Добрый вечер, дорогие участники нашей программы, семейный клуб при центре Покровские ворота. Очередная встреча. Очень рады всех видеть. Давно не видели. Давно не видели тех, кто ходит не первый раз. И, естественно, очень давно видели тех, кто первый раз пришел. Вообще даже не видели. Но мы надеемся, что те, кто первый раз, как-то, может быть, и тоже станут теми, кто не первый. В начале встречи очень простое техническое объявление. Если кто-кто не успел приобрести через интернет билеты, это можно сделать будет после окончания встречи. Подойти к нам лично и внести свой вклад в дело укрепления нашей программы. А теперь, собственно, давайте начнем нашу встречу. Эта встреча имеет такую тему доверия в семье, в целом доверия, и доверие в семье особо. И я надеюсь, что эта встреча будет интересной и полезной. И она затрагивает такой пласт человеческой жизни, человеческой реальности, отношений, о котором, как это ни странно, не сказать, что прям так очень часто идет речь. И мы вот с коллегами общались при встрече. И действительно часто бывает, что о самых каких-то важных, основных вещах люди не говорят. Это очень известный эффект, например, для историков, для тех, кто исследует тексты прежних эпох, что часто о чем-то очевидном в этих текстах не говорится. И их там нет. И вот так же и так у нас получается, что и в пространстве, может быть, и семейной психологии, и в пространстве просто общения людей на темы семьи, тема доверия возникает не так часто, а очень часто обо многом-многом-многом другом, что тоже важно. Но вот все-таки хотелось бы обратить внимание на этот незаметный, как воздух, компонент нашей жизни, в котором мы все дышим, в котором мы вырастаем, и попытаться увидеть воздух. Я знаю, как у нас это получится. Я надеюсь, получится, тем более с такими замечательными соведущими. Я надеюсь, что это будет очень хорошо. Соответственно, Екатерину Бурмистрову, я думаю, не надо представлять выдающегося деятеля в области семейной психотерапии, писателя и создателя множества проектов. И также у нас сегодня наш гость Виктория Мещерина. И это человек, который тоже имеет очень большой опыт в психотерапии, имеет множество и преподаватель, и человек с очень большим опытом и стажем. Человек, который тоже, естественно, много чего есть сказать о доверии, о том, как в семье доверие присутствует или отсутствует. Потому что часто как раз к психотерапевту люди попадаются с проблемами в плане доверия. Я хочу еще пару слов про Вику добавить. Виктория сотрудничает с моим психологическим центром становления, но в основном работает в центре системной семейной терапии, которую многие знают. И когда я с какой-то парой, имеющей психологические трудности, по той или иной причине не могу работать сама, как вы знаете, психологи не со всеми могут работать, но просто с теми, с кем знакомы лично, или где-то пересекались по жизни, или еще в ряде случаев, я, например, не могу работать. Вот самых дорогих мне людей я отправляю не к кому-нибудь, а к Виктории, потому что очень верю и в ее профессионализм, и в ее человечность, и в подход к браку. Спасибо огромное за такие теплые слова. Я сейчас немножко смущена, но мне очень приятно сказать о том, что эти стены родные для нас, и мы очень плотно сотрудничаем с бурмистровыми. И второе, что я хочу сказать, спасибо тем клиентам, которые сюда пришли сегодня в зал. Мне очень приятно смотреть на ваши лица. Спасибо. Клиентов, как я понимаю, в прошлом, а может быть и в будущем. Но давайте мы начнем этот наш разговор. Я позволю себе его начать. И я обещал своей любимой жене, что я не буду чрезмерно философствовать. Но все-таки обещал, но не уверен, что удастся это обещание сдержать, потому что все-таки эта тема, она вот мне видится очень как раз глубоко такой философской, богословской темой. И мне кажется, что это нельзя этого миновать. Так вот, я хотел какую-то тему о доверии, начать с того, очевидно, мне кажется, довольно факт для меня, что вообще любой речевой акт – это пространство доверия. Наша речь – это пространство доверия. Речь предполагает доверие, и, собственно, на доверии основана вообще возможность коммуникации, речевой коммуникации людей. И где есть доверие, там возникает, конечно, тема сразу и недоверия. Там, где возникает вопрос о вере, там о неверии, там возникает вопрос о лжи и предательстве. И вот мне кажется, с самого начала очень важный для меня какой-то момент принципиально в этой теме, что это все есть, и это нельзя разделить. То есть говорить о доверии я вовсе не хочу в том таком режиме, что давайте друг другу доверять, конечно, в семье важно доверие, давайте доверять, как хорошо, когда все доверяют, как плохо, когда все не доверяют. Вот эти сопли такие вот розовые, мне кажется, они как-то неуместны для взрослых людей. Все-таки очень важно понимать, что доверие – это риск, доверие предполагает недоверие, доверие является своей обратно, можно сказать, доверие – это такая вещь, которая всегда отбрасывает тень, а тень – это недоверие. Это еще древние мудрецы всякие, древние философы об этом очень хорошо говорили. Потому что всякая ложь, всякое недоверие, всякое предательство, они основываются, можно сказать, на доверии, это тень, падающая от него. Но в нашей жизни это все переплетается воедино. Это вот, собственно, простой первый месседж такой. А второй все-таки то, что, мне кажется, важно попытаться все-таки смотреть на эту очевидность доверия, потому что оно действительно кажется, ну что-то это доверие, ну это же не какое-то такое особо психологическое состояние, может быть какая-то практика, какое-то усилие волевое, действительно доверие трудно уловить, трудно уловить воздух. Но доверие в самом вот совершенно глубочайшем базисе находится, причем по всем вообще уровням существования, ну начиная от физического плана существования, просто нужно людям встретиться между собой, довериться друг другу. После этого рождается ребенок, с которым тоже люди находят в состоянии доверия. Ребенок оладевает речью, которая тоже предполагает доверие. Ребенок дальше движется в пространстве социума, где тоже, естественно, который не может без доверия существовать. И вот, собственно, это незаметное условие нашей жизни, оно как-то, к сожалению, скользает. Я надеюсь, что и я, и мои сособеседники попробуют сделать более видимым невидимое доверие. Может быть, Екатерина тогда. Сейчас я, собственно, без популяризации. Ну хорошо, давайте Виктория может. Не-не-не, без популяризации и розовых соплей я не могу. Это как-то мой хлеб, можно сказать. Я считаю, что нужно начинать с каких-то очень базовых вещей. Дело в том, что мы, психологи, работаем, к сожалению или к счастью, в зоне, чаще всего, в зоне неблагополучия. Это вот такая профессия, она из рода помогающих, профессий корректативных. У нас, к сожалению, в стране, к психологу, люди часто ходят в состоянии, когда им нехорошо, и очень редко ходят в состоянии, когда им хорошо. Это, конечно, любимые такие пациенты или клиенты, которые пришли им очень хорошо, они хотят, чтобы им было еще лучше. Если такой человек приходит, это просто имени на сердце, отдых. Но часто люди приходят в состоянии боли, в состоянии, когда то, что у них шло, легко разладилось, когда потеряно доверие. Почти всегда, если люди приходят с проблемами в отношениях, в отношениях с парой, в паре это связано с кризисом доверия. И хоть я и обещала любимому мужу не произносить слово «развод» через каждые 10 слов, но без этого не обойтись. Конечно, если говорить про пару, то максимум недоверия – это разрыв, это расторжение брака, это развод. И мы всегда надеемся, когда пара пришла с проблемами, что до этой степени недоверия не дойдет, что люди смогут выгрести, выплыть на берег и снова почувствовать возможность доверять. Я хотела бы поговорить о том, что же является причиной нормальной потери доверия в супружеских отношениях. Мы часто думаем о том, что доверие пропало, это какая-то беда произошла, что-то такое нехорошее случилось. А у меня ощущение, что в браке, в котором растет ребенок или маленькие дети, доверие теряется не то, что закономерно, но с высокой вероятностью оно в какой-то момент либо будет потеряно, либо оно истощится перед тем, как перейти на новый уровень возможности доверять друг другу. И можно прямо это привязать к стадиям развития отношений в браке. Вот когда люди только встречаются, только видят друг друга, там, может быть, еще речь не идет о доверии, речь идет о каком-то таком, можно сказать, узнавании. Это одна из очень ресурсных тем. Можно спросить пару, как вы друг друга в свое время выбрали или узнали. И люди вспоминают о том моменте, когда, возможно, доверия еще нет, но уже есть какое-то узнавание и такая, может быть, готовность доверять. Может быть, люди это первый раз переживают. Совсем не все ведь выросли в семье, где-то самое доверие было. Тут мы видим человека и понимаем, что, может быть, даже еще нет любви, и доверия еще нет, но мы понимаем, что потенциально доверие возможно. И это один из признаков выбора. Я не знаю, согласитесь вы или нет, у нас довольно много народу пришло, мы не сможем спросить вас, но очень часто я слышала от людей на группах и в консультировании, что да, вот это возможно, что я поняла, что ему можно верить. Я поняла, что с ним надежно, и тут доверие будет. И мужчины говорят то же самое. То есть часто возможность доверия является критерием выбора. Мы не будем голосовать, руки поднимать. Но про себя, вот если бы я спросила, было ли для вас это важно, вот вы подняли бы руку или нет. Молчаливое голосование для многих очень важно. Но иногда это интуиция такой силы, что люди думают, что вот это доверие, оно само по себе будет всегда. Может быть, вы слышали, я люблю эту метафору повторять, что вначале отношения мы часто получаем такую как-то демо-версию любви, такую триал-версию, но она настолько яркая и полная, и настолько в ней много действительно чего-то такого настоящего, что кажется, что так будет всегда. Что чувство этой силы, доверие этой силы, желание быть человеком этой силы, оно нам навсегда дано. А эта демо-версия, к сожалению, во многих случаях, она потом, как-то срок действия заканчивается, нужно уже ее обновить до полной. Понятно метафора компьютерная, да? А вот уже чтобы ее до полной обновить, требуется работа. И вот это вот самое нормальное, ожидаемое истощение доверия часто попадает на тот период, пока маленькие дети. Давайте вот про это мы можем спросить. У кого есть дети младше трех лет? Поднимите просто руки. Ага, аудитория взрослая. У кого есть дети младше пяти лет? Младше семи-восьми лет? Да, это все равно все еще очень маленькие дети. Младше десяти? Совсем взрослые дети. Но вот все равно, все, кто сейчас поднял руки, вы имеете дело с детьми, которые требуют постоянного эмоционального внимания, постоянной заботы, постоянного контакта. Очень часто, пока в семье дети маленькие, акцент переносится на отношения именно с ними, и там мы растим доверие. Мы же еще целую привязанность и все очень любим. Там, где подчеркивается важность именно контакта с ребенком. И часто очень, это прекрасная теория, она, побочный эффект такой, что доверие супруг, отношения супругов оказываются в тени. Потому что все внимание, все силы, все ресурсы, все лучшее, что есть, оно переносится на ребенка или на детей. И вот долго ли, коротко ли, где-то возраст после трех лет совместной жизни с точки зрения семейных психологов является таким критическим для отношений. И часто накапливается такой, как-то много мелкого мусора, много небольших ситуаций, каждый из которых сама по себе не является критичной. Но вот в сумме они образуют некоторые такое, могут образовывать некоторый такой, как это, осадочек, некоторый привкус, некоторый слой, отдаляющий друг от друга людей и страдает доверие. Не знаю, было у вас это, проходили вы это или не проходили, часто люди не понимают, что это с отношениями происходит. Потому что это незаметно. Нет никаких глобальных нарушений обещаний, нет каких-то вопиющих актов невнимания, нет чего-то такого большого. Но вот это ощущение, что вы очень близко друг к другу, что вы вместе, что контакт отличный, оно уходит, меняется на что-то другое. И постепенно на почве отдаления, связанного с рождением ребенка, как раз может возникать недоверие. Люди этого не замечают. Часто в консультировании люди вспоминают первый маркер, когда недоверие возникло, вы его заметили, и возникла тревога. Дай Бог, чтобы с вашей парой не было ничего такого серьезного. Вот эти маркеры, когда первый раз вместо доверия вы чувствуете звоночек, что это что-то совсем другое, он серьезный. Хотя, может быть, на мелком поводе, на каком-то совсем небольшом случае, в этот момент люди либо включаются в борьбу за возвращение доверия, либо могут уходить в обиду. И очень сильно тут влияет то, в какой из каких семей, в каких семьях выросли муж и жена. Я скоро передам микрофон. А возможность доверия, я суммирую то, что сказала, возможность доверия, она не дается навсегда. И то, насколько будет реализовано доверительное отношение на длинной дистанции, сильно зависит от многих факторов. Один из них – это то, какими были отношения в семье. Было ли доверие между вашими родителями? Видели ли вы, что такое вообще доверительное отношение? Ну и понятно, простая мысль, что если вы это доверие видели, то с высокой вероятностью, по крайней мере, вы будете представлять, что оно возможно. Если вы выросли в семье, где доверия не было, может быть, вы видели его в кино, читали про него в книгах, мечтали о нем, видели все имя друзей, очень сложно будет строить то, что вы не знаете, не знаете вот так вот на уровне повседневного опыта. Говорит, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, лучше жить в семье с гармоничными отношениями, где есть доверие, чем в семье, где доверие утрачено или нет, это вообще глупо, но тем не менее, доверие – это усилие. Дополнение, вот этой версии, дополнной, постоянной, требует систематических усилий, и если вы видите, что дистанция увеличилась, отношения такие волшебные, это нормально, это нормально, если вдруг вас это не постигло, вы находитесь в том самом, там, всех самых пяти процентов исключения. Так вот, дальше будем говорить о том, что же делать, если вы понимаете, что там отношения свернули не туда, я хочу передать микрофон Виктории, я вас достаточно напугала, нет? Спасибо за микрофон, потому что я давно уже киваю головой. Михаил Юрьевич и Витрина говорили очень правильные вещи, которые, собственно говоря, я вижу каждый день в своих приемах. К моему великому сожалению, пары в открытую никогда не говорят дома о доверии, о любви – да, пожелания здоровья – да, приятные сюрпризы – да, но сказать «посмотри, как я сегодня доверяю тебе», по-моему, не получалось ни у кого. Скорее всего, это звучит только как «ты мне не доверяешь» и уже как форма оскорбления и оскорбленности партнера, да, и тогда начинается выяснение отношений, где потерялось доверие, почему оно потерялось. Михаил Юрьевич говорил о том, что доверие как воздух. Я даже бы сказала еще более глубокую метафору. Это не воздух, это состав этого воздуха, а это процент кислорода. И когда он уходит, мы действительно очень не сразу замечаем то, что в паре исчезло доверие. «Мелкий мусор», говорила Катерина. «Да, мелкий мусор. Мелкий мусор для одного партнера и очень большие бревна недоверия для второго партнера, потому что мы приходим в пару из разных семей, потому что у нас разный семейный опыт, нас обманывали разное количество раз. нам бабушка говорила «не доверяй, это плохой человек». Нас учили недоверию, и в общем-то это нормально, потому что пока речь идет о своих и чужих, мы обязаны быть недоверчивыми, мы обязаны не быть настолько наивными, чтобы это разрушало нашу жизнь. Но вот очень... И если об этом говорят, и говорят много с детишками, говорят много друг с другом о том, что я был наивна, как чукотская девочка, и вот опять печальная история, и нельзя доверять всем подряд, то в общем о том, как доверять внутри пары, когда все свои, и когда я уже выбрал партнера, и значит по умолчанию я ему обещаю доверять. Вот здесь, как правило, никакого практического опыта. Мы, приходя в собственную пару и строя свою собственную семью, не имеем. И начинаются всякие неприятности, у всех они разные и немножко похожие друг на друга. Наверное, самый частый вопрос, который задают пары, это такой крик отчаяния. Если доверие ушло, наверное, оно больше не вернется. Но в общем, я как эмоционально фокусированный терапевт говорю, этой иллюзии нет. Доверие иногда уходит, оно и находит по очень разным причинам, но оно возвращается. Возвращается, если двое хотят этого, и если они начинают говорить не о тех событиях, а в паре, которые вызвали вот это недоверие между двумя, а говорить о возвращении самого доверия. Такой опыт в моей терапии вполне себе есть. Да, это очень важный момент, что вот именно возвращение доверия, потому что действительно в Фейсбуке где-нибудь там читаешь очередной какой-нибудь крик женской души про то, что все, все мужики гады, сволочи, козлы, что им доверять нельзя. И это повторяется просто с завидной регулярностью. И действительно такое ощущение, что все ушло, и ничего невозможно. И опыт вот удачных таких историй, когда, казалось бы, на месте полного уже отсутствия, да, опять что-то возникает, другая жизнь, это доверие приходит, этот воздух опять приходит в отношения, это замечательно. И я не буду тут, у меня такого опыта нет, конечно. Я немножко все-таки вот хочу про все-таки какую-то фундаментальную значимость и присутствие доверия, вот про незаметность, опять же, вот это, что нам мешает это доверие увидеть, как такой безусловный базис. Я согласен с тем, что в случае нарушения доверия, да, необходимы специальные усилия, там часто, и очень серьезная работа, для того, чтобы его возвращать, да. Но все-таки, а что оно из себя представляет, то что возвращать? Вот мне кажется, об этом как-то важно мыслить, все-таки, и это доверие базовое, оно, мне кажется, очень важно, что оно заложено в языке и в наших основных вообще речевых актах, которыми мы сталкиваемся с самого раннего детства. Потому что, ну вот, прощение, что такое прощение? Прости меня. Мы сталкиваемся с раннего детства. Просто прощение – это акт доверия, конечно. Просьба. Просьба или мольба. Она может развить без доверия? Как мы можем в наших отношениях с людьми, в наших отношениях с детьми, я уж не говорю в отношениях с Богом, общаться, если у нас нет доверия? То есть любая просьба предполагает доверие. То есть эти базовые вещи – прощение, возможность простить, просьба, мольба, обещание. Как можно обещать, если нет доверия? Пап, ну мы пойдем гулять, ты купишь мороженое? Да, конечно. Но все, это доверие. И это базовая вещь доверия. И как дети жестоко переживают, когда это нарушается? Ты же обещал. Вот эти вот слезы. Ты же обещал. Как же так? А, ну это дела. Мы не смогли там все. Но фактически этот акт разрушения доверия. Глубокого разрушения базового доверия. В том случае, если вот ты что-то такое сболтнул, да, ну конечно, сходим там, сыграем, купим. А, ну это как-то потом, потом, потом. А что потом? Потом разрушенное доверие. Вот эти базовые вещи совершенно, да. Само себе принятие человека. Я тебя принимаю. Он тебе доверяет. Но все тут вот имеющие люди, детей, это понимают прекрасно. Что означает вот это детское доверие, которое, с которым мы встречаемся. И многие люди взрослые, они в каком-то смысле даже, ну можно сказать, могут, наверное, засвидеться, что мы лечимся доверием нашим собственным детей. Дети лечат нас от нашей поврежденности недоверием, наше искаженное вот состояние недоверчивое к миру, которое в результате травм, потери и всего остального получается. Дети нас поддерживают. Не мы их выращиваем, они нас поддерживают, они нас выращивают, они нам возвращают доверие. И эти неизбежные утраты доверия, они прилагаются. Вот сейчас я уже долго говорю, я хотел закончить, вот просто напротив меня икона этого-то изображения взывает к тому, чтобы вспомнить о парадематической такой базовой ситуации утраты доверия. Ну там вход Господень в Иерусалим, соответственно, да, и грядет Тайный вечер, там Гефсиманский сад, предательство Иуды. Ну вот подумайте сами, меня всегда это становило, зачем, какой смысл в предательстве Иуда. В нем, кажется, никакого нет смысла. Иисус не прятался, и он сам говорит тем, которые к нему пришли, помните, а чего вы пришли-то, я всегда доступен, а чего меня тут ищите. Кажется, что Иуде не надо было предавать Иисуса, там все было прекрасно известно, где он там ночует, там его можно было взять под белорученьки, отвезти. И в чем смысл вот этого, это какой-то мистический, глубокий акт предательства и удар в спину, который делает Иуда, это какое-то вот глубочайшее нарушение доверия, это вот такое вот предательство, как антипод. Вот есть доверие, а вот оно в том конце предательства. И вот именно этот акт предательства, он выглядит как-то абсурдно по нашим мирским понятиям, потому что, ну что, взяли под белорученьки, там затолкали, воронок увезли, никакой Иуда не нужен. Это же Иисус же по конспиративным квартирам там не прятался, в шалаше разлив, там бороду не надевал, не прятался, и ничего не было. Значит, ему все это не надо было. Он был вот вот на виду. И тем не менее, этот акт совершился, это вот такой центральный акт нарушения доверия, предательства, глубочайшее, поэтому там вот цирковая традиция Иуда в самом нижнем круге Ада там находится. Хотя казалось бы, ну что такого, ну в общем, непонятно что, как это на наши мирские деньги, непонятно вообще, что произошло и зачем. А это вот глубочайшее нарушение доверия, такое глубочайшее предательство Бога человеком. И вот это вот акт вообще такой вопиющий к небу такой. И поэтому вот этот полюс доверия и предательства, он в нашей жизни постоянно, но очень важно, что вот доверие, это та нота, от которой все отталкивается. То есть все начинается не с предательства, все начинается с доверия. Базовая вещь от доверия. Предательство идет потом. Мы в нашей жизни раненые предательством, недоверием, часто думаем, что это самое главное. А предательство всегда только берет повод от доверия, оно паразитирует на доверие, оно является лишь отскоком от доверия. А базовая всегда нота первая, это доверие. Это всегда вера, доверие, которое образует реальность, в которой мы живем и говорим. И наша речь, поэтому вы слушаете и доверяете тому, что я говорю, потому что речь без доверия невозможна вообще. Сейчас я бы предложила не скажу ведь беседу, есть ли вопросы или ожидания связаны с этой темой. Мне кажется, что мы сейчас можем недолго, у нас будут вопросы и ответы как обычно в конце, но вот вы выбрали провести этот вечер сегодня с нами, что вообще в современной жизни. В понедельник, в будний день. После там выходных, ну то есть это серьезный акт доверия тоже. Спасибо вам, это очень приятно. Но может быть у вас есть что-то, что вы хотели бы услышать в этой теме? Какое-то ожидание, какой-то вопрос, какая-то может быть история? Или может быть вопрос появился по ходу уже нашего разговора? В общем, на два вопроса мы можем ответить сейчас. Есть? Неужели ни одного? Я пока хочу только откликнуться, что мы очень часто думаем о том, что в семье такого накала страстей, как доверия и предательства не бывает. Но это иллюзия. Каждый, кто любит, каждый, кто любим, очень боится быть преданным, очень боится этого ножа в спину. И иногда размышляет о нем при малейших обстоятельствах, похожих на предательство. у меня было и детское абсолютное доверие иногда может быть разрушено одним словом, одним жестом. И таких историй в практической психологии очень и очень много. Например, я могу сказать о том, что ко мне в терапию пришел молодой человек совершенно восточной внешности. И рассказал мне о том, что его мама очень долго называла голубоглазым красавчиком. И пока он не пошел в школу, он себя считал голубоглазым красавчиком. И придав первый класс, вдруг обнаружила себя кореглазым странным мальчиком. Он дрался три месяца. Он дрался со всеми, кто называл его не синеглазым, до тех пор, пока всех не вызвали в кабинет директора. И там в кабинете директора его маме пришлось признать, что его глаза карие. И этот молодой человек сказал мне, что в тот момент в нем что-то надломилось. А пришел он в терапию с запросом о том, что он не очень доверяет женщинам вокруг. Вот иногда наши детские истории про доверие, про ожидание, обещание, связанное со взрослой жизнью очень тонкими ниточками. Там был вопрос. Был вопрос? Можно отнести? Вкратце в кастру стать. Если можно, очень интересно поговорить об отношениях горизонтальной доверия в семье между мужем и женой. Но если можно, затронуть современное положение дел с воспитанием, доверие к людям у детей. Потому что мы совершенно по-другому сейчас обстановка, я так понимаю, везде. Мы не отпускаем своих детей сами в школу, на кружки, они не ходят друг к другу в гости. Вообще ощущение закрытости происходит. В то же время мы должны, мы хотим точнее это сделать, мы хотим детям доверие к миру открытым оставить. если можно, как это делать правильно. Сейчас попробую. Спасибо. Давайте я этот вопрос такой смежный с тем, о чем я собиралась говорить, но как-то в ходе таких встреч просветительских важно, чтобы никому не стало хуже. То, что вам что-то пригодится, это, конечно, вероятность есть, важно, чтобы хуже не стало. Я хотела бы немножко поговорить про наш собственный детский опыт, для того, чтобы мы могли немножко на него посмотрев опереться, использовать его в том, как мы относимся к нашему, что мы делаем в отношении с собственными детьми. Опять же, вряд ли вы рискнете, много народу в зале, вряд ли вы рискнете прямо вслух сказать, но я предлагаю вам вспомнить и наверняка вот это очень созвучно эту историю, совершенно невероятной, правдивой, которую рассказала только что Вика про синие глаза креоглазого мальчика, почти каждому из нас есть что вспомнить моменты, когда отношения наши с родителями претерпел испытания на сохранение доверия. Называть эту историю не надо. Это мы сейчас идем на риск, потому что опыт может быть очень болезненный, если он у вас не переоценен в ходе вашей родительской стадии жизни. Вспомните какую-то ситуацию, когда вы первый раз, может быть, или какой-то заметный раз поняли, что нельзя доверять родителям, что-то они сказали неправду или где-то подвели. Это могло быть очень маленькое нарушенное обещание вроде покупки мороженого, но у которого было очень громкое эхо. Сейчас, может быть, мы уже все это переоценили, мы понимаем, что наши родители были живые люди и что это на самом деле было не так больно. Но вот вопрос про детский опыт, какой-то момент, который вами был пережит, как утра доверия, вспомнили? Давайте там минута, минута, совсем большие вещи не вспоминать, особенно у кого детство травматичное. Это я не права, да, то есть нужно что-то такое не самое, не самое опасное, какую-то такую ситуацию, заметную, но не самую тяжелую. У меня обратная была ситуация. Ну давайте. У меня немножечко обратная была ситуация. Я в 9 или 10 нашел в чемодане светилетних вещей, заначку, не знаю, денежную, мамину или папину, 50 рублей. Огромные деньги по тем временам, ползарплаты, да? Ну, не пол, ползарплаты технику, когда я пошел работать потом. Вот, и мы с друзьями эти 50 рублей потихонечку растранжирили за какое-то время. Мороженое покупали? Ну, мороженое, какие-то машинки, там, в парк ходили. Мама видела, что что-то появляется такое. Вот, и, наверное, потом догадалась, откуда все это. Но у нас с ней не было никогда никакого разговора. один раз только она намекнула, она дала мне возможность понять, что она, наверное, догадывается, когда, не знаю, что-то мы там говорили про покупки, и она там сказала, что, а вот, если чеки внимательно разглядывать, то из них можно что-то там такое увидеть. поэтому, я думаю, она все-таки догадалась, куда я сделаю заначку, но никакой выволочки я не получила, но мне всю жизнь за это стыдно, конечно. какая уникальная история. Деньги я не краду больше. Потому что мама ничего не сказала. Потрясающая история. Спасибо большое. А я возвращаюсь к своему неприятному вопросу. Спасибо, Леша, тот момент, когда вы почувствовали, что там родитель сказал неправду, он не сдержал обещания. Знаете, часто это связано с пионерским лагерем. Обещали приехать, не приехали. Помните, были эти родительские дни. Помните, да? Или обещали прислать посылку, и не прислали. Или там в посылке могли быть конфеты, а конфет не было, одни сухари с сушками. Ну, что-то такое. Это сейчас мы смеемся, да? На весах ребенка это очень существенный момент. Вот не надо оставлять мины в тылу, не надо оставлять занозы, если они начинают гноиться. Вот эти моменты, которые вызвали недоверие в близких отношениях, с моей точки зрения, хорошо, если они разобраны, как-то, лишены, из них вытащен детонатор. Потому что вот эти моменты недоверия, возникшего в конкретной ситуации, могут отравлять отношения на долгие годы. Что мама один раз обманула, да, там, или сказала правду, а доверие потеряно на долгие годы. Такое эхо недоверия. Это то, что психолог часто делает в работе с парой, разминирование прошлого, да, потому что сидят какие-то моменты, звучат до сих пор, те моменты, в которых было потеряно доверие. И часто вот эти моменты как-то тем или иным образом связаны с опытом детским или подростковым. И, в общем-то, мне кажется, что если у человека стоит задача доверять больше, доверять больше ребенку, доверять больше супругу, доверять больше сотрудникам, вообще миру доверять, то, может быть, нужно обратиться к тем моментам, когда, к первым опытам появления недоверия в вашей жизни. То есть, иногда именно там ключик от ситуации, там, учительница, там, обманула условно, там, пионер-вожатая, вы доверили секрет, или там друг другу вы доверили секрет, а друг рассказал ваш секрет, и появилась модель, что доверять опасно. И она применяется расширенно к всем ситуациям, к которым она вообще никогда не относилась. Она применяется, как руки по воде, расходятся широко. Вот такой опыт лучше переписывать, преобразовывать, возвращаться к нему с тем, чтобы его изменить. Опять же, я не предлагаю сказать вслух, это очень болезненные обычные вещи, хотя ситуация может быть и 20 лет, и 30 лет произошла, но люди, вспоминая эти моменты, могут вспоминать со слезами. Какое-нибудь предательство подружки во втором классе, или предательство другу в 14 лет, это то, что болеть может до сих пор и отравлять до сих пор нашу жизнь. Опять же, как-то я любитель практической пользы, даже там, где они нужны, а может быть, вы можете вспомнить, не сказать вслух, а вспомнить эти ситуации, если они вдруг есть в вашей жизни, которые, возможно, породили модель недоверия. Конечно же, мы все, я ничего не имею, я очень люблю Россию, и у нас выросли дети-патриоты, это так получилось, по крайней мере, старшие, но мы все воспитаны в некоторой такой традиции недоверия системам власти в государстве. вот этот уровень недоверия есть почти у всех нас. Хотим мы этого или не хотим, но у нас вот такая вот ситуация, что, скажем, редко кто сильно доверяет милиционерам или там работникам социальных служб. У нас этого нет в культуре. Они чужие, они представители таких вот внешних жестких структур. но обычно в ближнем круге друзья, родственники, те, с кем мы работаем, все-таки там хорошо, если таких источников недоверия нет. На уровне психофизиологии считается, что если человек не доверяет, у него там это выражается и в тонусе тела, и в общей напряженности, и в том количестве энергии, которое мы тратим на контроль, как бы у нас вся система на страже. Вспомнили ситуацию, породившую недоверие? Вот если у кого-то есть такая ситуация, с которой уже вытащен детонатор, она была, она много лет вам мешала, потом вы взяли и с ней эффективно что-то сделали. Верующие люди могли такие ситуации на исповедь принести, и это эффективно, это не просто проговаривание одного и того же, а это как-то помогло. Может быть, это переосмысление ценностей, может быть, вам в свое время помогла работа с психологом. Иногда говорят, что люди делятся историями с вытащенным детонатором недоверия. Часто мы не понимаем, насколько мощно работают модели, которым 20-30 лет. Вы эту мысль подумайте, и мне кажется, что если поставить задачу увеличить степень доверия в близких отношениях, то можно иметь внутренний реестр тех ситуаций, когда вы были вынуждены не доверять или когда вы выбрали не доверять. Из таких психологи вредные говорят про грустное, из таких травм, но не травм, а таких событий, которые могут очень сильно повлиять, это, конечно же, развод родителей. Я произнесла пятьдесят слов. Второй раз. Но это тот момент, или не развод, а предательство одного родителя другим. Это то, что вызывает эхо на одно поколение точно. То есть дети, которые в такой семье растут, они получают некоторый импульс недоверие. Очень, конечно, много зависит от того, как там люди все это пережили и подали, но тем не менее. Очень часто из таких запусковых ситуаций, которые запускают недоверие, детское, и потом эхом звучащее долго, это какой-то обман в серьезной ситуации. У нас принято в стране скрывать болезни смерти. От ребенка принято скрывать болезни смерти. Считается, что это тяжелая информация, которую ребенка может разрушить. И вот совсем недавно я слушала это не клиентская история, это история из моего ближнего круга. Я слушала, как женщина, взрослая уже с огромной болью вспоминала ситуацию, что ей не рассказали о смерти близкого человека. Скрыли, рассказали много времени спустя, только под ее расспросом. Это человек, который там состоялся профессионально, состоялся семейно, вспоминая ситуацию, которая там 40 лет плачет. Упоминая, да? Хотя взрослые хотели как лучше, они хотели сберечь ее от сильных переживаний и от траты. А это запустило недоверие очень-очень надолго. К сожалению, у нас вот эта вот, например, штука культурно обусловлена. Почему-то считается, что так лучше. Вот. Кошмару напустили. Вы знаете, в моем личном рейтинге самые тяжелые воспоминания, связанные с недоверием, это воспоминания о тайнах. Если ребенок во взрослой жизни узнает, что его обманывали на протяжении более 10 лет, такое событие может стать не просто эмоциональным временным разрывом с родителями, но и огромным поводом не доверять больше никому, не строить личную жизнь и не подходить ближе, чем на социальную дистанцию. Потому что, когда выясняется, что столько лет обманывали родители, довериться сначала чужому и только потом своему человеку практически невозможно. Так что я очень искренне призываю вас подумать о тайнах, если они у вас есть перед детьми. Ну и, естественно, разговаривая о доверии, недоверии, я вот постоянно тоже вижу, как вот это взаимообратное влияние семьи, социума, ребенок в семье, семья в социуме, как вот это все крутится. Здесь, конечно, мы с вами живем совершенно в какой-то потрясающей атмосфере недоверия. И это, конечно, фундировано глубоко исторической ситуации России. Я помню, вот, как я занимаюсь интегральными книгами, как-то я собрал подборку журналов 1905 года, большевистских журналов, и там градус ненависти и недоверия к существующей власти был таков, он выражался в текстах и в картинках, что мне вот просто только этот изобразительный ряд посмотрел, он стал понять, что 17-й год не мог не произойти. И когда читаешь воспоминания о 17-м годе революции, как люди это описывают? Вот именно как будто доверие идет трещинами. Люди перестают доверять друг другу, перестают ходить трамваи, булочник перестает выпекать хлеб, молочник перестает приносить молоко. То есть вот эта утрата доверия между людьми приводит к эрозии и разрушению простейших актов социальной жизни. Эта рассыпающая социальная жизнь похожа на такой треснувший сосуд, в который что начинает вливаться? Соответственно, замещающая жидкость, без соответственно недоверия, ненависть. И вот мне кажется, если кто-то хочет историю России изучать, конечно, лучше всего читать воспоминания, просто не какие-то труды, монографии, а просто воспоминания очевидцев. Они прекрасно вот это показывают, как это происходило у нас в 17-м году. И дальше вот это замещение доверия и недоверия. И вот психологи тут не дадут соврать, что когда рассматриваешь генограммы семей, то просто ужасаешься тому, насколько типическим является след в семейных историях историческое обстоятельство. Просто вот эти убитые, неотпетые, скрытые, пропавшие, высланные, и вот эти все потери, и вот эти все травмы, как потом они через поколение поколения уже даются эхом в разводах, в алкоголе, в ненадежных отношениях, в изменах. и вот эти все, просто это видно, как вот эти линии, красные линии такие, они расчерчивают генограммы с тех семей, которые сейчас пытаются быть созданными, и эти обстоятельства миновать никак невозможно. И в этом смысле вот как раз дефицит доверия, который мы все здесь испытываем, который мы все знаем, о которых вот уже Екатерина сказала, дефицит совершенно вот на таком уровне низовом, начинают от соседей, заканчивая правительством. Он, конечно, оказывает мощное возвратное влияние затем на нас. И избежать этого нельзя, но вот как-то задумываться о том, как это происходит, и что-то можем мы в этом сделать, в смысле мы должны, конечно, тучи сгустились и совсем в черных красках. Действительно есть недоверие такого масштаба страны и истории страны. Можем сейчас вспоминать конкретные примеры, но в то же время мне кажется, что у нас тут одно уравновешивается другим, что в целом российское пространство очень доверительно в отношениях дружеских. Тут вы согласны, несмотря на все испытания, на всю тяжелую жизнь последней, на все эти войны и репрессии. У нас есть невероятная такая история, может быть, она не только русская, она вообще славянская, но то, что мы видим именно здесь, что люди очень склонны образовывать тесные связи дружеские, и в этих связях действительно очень большая степень открытости. Это можно увидеть только в сравнении с какими-то другими национальными моделями. часто родственники не являются близкими людьми, не являются теми людьми, которым мы доверим, что-то, что нас волнует и что-то, о чем мы переживаем и тревожимся. Но почти у каждого человека на этой территории есть кто-то, кому может, кому он доверит самое сокровенное. Это не всегда супруг. Это здорово, если это супруг. Это часто кроме супруг или супруга кто-то еще, друг, подруга. Редко это там, иногда это очень долго бабушка. Это редко отец или мать. Это скорее исключение. Тут я предлагаю вспомнить приятное. Вспомните человека там, да, может быть, не сейчас, может быть, в детстве или в подростковом возрасте, которому вы могли доверять и который вас не подвел. Кто угодно, учительница там, соседка, там случайный попутчик у нас принято разговаривать с попутчиками, синдром попутчика, с которым, с которым вы поговорили, он вас так выслушал, что вам от этого стало лучше. Это может быть очень маленький акт доверия или большой. Кто-то готов поделиться? Ресурсная штука. Вот кто это был? Кому вы могли доверять? В любое время жизни, там, да, хоть в детском саду. Это невероятный ресурс. Что, неужели никто никому не доверяет? Не-не-не, это просто так вот встать и сказать. Кто-нибудь готов? Давайте. Прекрасно. Прошу прощения, к сожалению, я отвечу прямо на ваш вопрос, но тем не менее. Я, конечно, в большей степени доверял своей маме. Это счастье. Но нельзя сказать, что на все сто процентов я, так сказать, открывался. У меня не было в этом необходимости. Но вот так вот я по жизни, так сказать, иду, что есть друзья довольно много, но с которыми я тоже не открываюсь на сто процентов. И они мне не открываются. Видимо, вот так вот все складывалось. И надо сказать, что во время службы на плоте, это было в 60-е годы, то же самое. Никто никому друг другу не открывался. Заткли, очень много людей. А то такое мы и жизнь не можем. Спасибо. Но вот вы называете людей друзьями, да, и видимо вот в этих отношениях больше доверия, чем во всех остальных. Да, то есть те, кому мы называем друзьями. Понимаете, как получается, друзья-то друзья, и вот и сейчас друзья. Но, к сожалению, получается так, что с людьми сходимся, а потом, так сказать, постепенно друг от друга время разводит. Мы просто в моем отношении. Такое тоже есть. Есть единомышленники, это другое дело, и я с ними гораздо более близок, и мне они понятны, я надеюсь, что я им понятны, чем те друзья, которые у меня были. Да, мы стояли в храме, в одном храме, так сказать, болезнь, это понятно, но вот какая-то близость вот сейчас, в настоящее время, она отсутствует, а вот с единомышленниками там по-другому. Спасибо. Спасибо. Пока зреет следующий отклик, я скажу такую штуку, психологи считают, что очень важна система распределенных социальных связей. Не только самые близкие круг, самые вот эти наши отношения, супруг, дети, родители, а еще кто-то, кто входит в так называемый жизненный клуб. Такое понятие нарративно-пракски, жизненный клуб, это те, кого мы называем своими друзьями, кому мы можем доверять, кто доверяет нам, то есть кто-то, кто нам не безразличен. И считается, что очень здорово, если вообще такие люди есть, что в этом жизненном клубе не ноль человек. И как раз распределенные социальные связи, это кто-то, кто вот не совсем близко, потому что эти связи так очень тесные, на них очень много чего падает, а еще кто-то, с кем мы можем поделиться, кому мы можем довериться, кто может довериться нам. Вот. Ну и как это членство этого жизненного клуба, оно может меняться на протяжении там больших периодов, да, там он не все время, не все время, там одни и те же люди, но там не ноль. Хорошо, если там не ноль участников. Кто-то еще готов сказать про отношения, в которых было доверие? Давайте. Давайте. жилетка. Жилетка. спасибо. Вик. 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 красивую местность, надо нужно залезть на горку, ты находишь абсурдное место, и тогда вы видите по-другому, а потом спуститься уже быть там, в этом красивом месте. Вот я бы так ответила. Иногда то, что вы не можете рассказать супругу, не вы, а там абстрактный человек, это недоверие, но совсем не обязательно. Потому что иногда вот эта вот игра фокусного расстояния, что можно и так, и так. Ну, конечно же, все-таки, мне кажется, ну вот такой брак гармоничный, он еще и про то, что какие-то вещи ни с кем третьим не обсуждаются, только там с помогающим профессионалом, там, на священниках, врачом, там, психологом. А наличие жилетки это наше национальное счастье, так считаю, да? Как это я говорю, что если нет денег на нормальную психотерапию, прибегните к русской психотерапии, идите к другу. Значит. А я очень часто сталкиваюсь с таким поводом не рассказать что-то партнеру, и повод этот называется бережность. Бережность. Иногда это мнимая бережность, и люди потом очень не жалеют о том, что они не доверились вовремя. Иногда это прилипшая идея, мужу такого не рассказывают почему-то, или жене, такого знать нельзя. Кстати говоря, мне очень часто говорят мальчики разных возрастов, пришедшие в терапию, что я никогда не буду посвящать свою супругу в денежно-финансовые трудности. Я говорю, почему? Ну что вы? Ей нельзя это слышать. А на самом деле женщина, его же партнерша говорит о том, что когда он замыкается, я чувствую себя ненужной и совсем не женой. Вот такие штуки играет иногда с доверием и недоверием наша бережность к партнеру. Спасибо. Мне кажется, еще вот все-таки насчет доверия не совсем, наоборот, не сгущая никакие краски тут. Мне кажется, удивительно все-таки вот именно свойство доверия в том, что оно одновременно уязвимо, одновременно начально. Вот это такая начальная уязвимость. То есть мне приходится зачастую сталкиваться с таким эффектом, который вызывает у меня как минимум двойственное чувство. Когда читаешь какую-то такую, ну даже не по психологии какие-то, а какие-то варианты психологические, психотерапевтические про то, что вы должны быть там как-то самодостаточны, что вы должны там личностно расти, что вы должны поставить всем границы, ни от кого не зависеть и вот быть такими вот такими замкнутыми, такими вот. Я как-то, мне как-то кажется, что это сложная тема как минимум, потому что вот это все-таки доверие базовое, это открытость, конечно, но а где открытость тому и язвимость, но это одно и другое, это вещи, которые нельзя, они в одном флаконе, их нельзя разделить, оставлю-ка себе одну открытость и буду неуязвимым при этом, не получится. То есть, если вы хотите такой роскошь как доверие, ну такая роскошь как воздух, да, то тогда мы с вами соглашаемся на принципиальную уязвимость, да, то есть, если мы вступаем в серьезные глубокие отношения, действительно затрагивающие нас до самой сердцевины, то да, мы открыты, и да, мы имеем шанс получить насквозь удар, да, и этого избежать нельзя. И так же вот как и дар жизни, он, перед нами предстает, когда соприкасается со смертью. Смерть нам показывает, что такое жизнь, да, но сначала жизнь, то есть, умирает, тут, тут живет, то да, соответственно, если у вас нету тети, да, ее не потерять, вот, значит, если мы имеем тетю, значит, мы можем потерять, если есть жизнь, тогда мы можем мирить, если у нас есть доверие, нас могут передать, да, но все-таки первый шаг кому принадлежит, первый пас, первое движение, принадлежит, конечно, доверие и ну и поскольку людям сложно терпеть боль, страдания, ну действительно, это боль и страдания, это вещи, которые не посоветуют никому, но все-таки это жизнь и доверие, да, это принципиальные вещи, которые могут в результате проводить ситуацию боли, но они создают жизнь и создают возможность жизни, и создают возможность такого вот полноценного полнокровного существования. Я еще очень захотелось откликнуться на тему доверия к маме. Это очень непростая штука и это уязвимость, которую, не дай бог, получить никому, потому что я очень часто слышу истории о том, что я доверилась маме, а она использовала мои слова против меня, она рассказала кому-то эту историю, она потом меня жестко контролировала так, что я потеряла всякое желание что-либо делать. Вот для меня в детско-родительских отношениях, где существует абсолютное доверие ребенка к родителям, очень важно не разрушить его самыми благими намерениями. Мы все понимаем, что и жесткий контроль, и критика, которую выслушивают наши дети, резкая, сиюминутная критика, она же от того, что мы очень тревожимся. Но вот те разрушения, которые она приносит, к сожалению, невосполнимы. Нам легче доверить какую-то тему подруги, дай бог всем, чтобы у нас были прекрасные друзья, чем родителям. Очень горький ответ. Я считаю это бессмысленным, но, к сожалению, я очень часто это слышу в терапии. Сейчас я скажу немодную вещь, такую прям совсем немодную. Но это то, чего я не могу совершенно, то есть я не могу ее не сказать. Может быть коллега не согласится. Это то, что мы говорили немножко про навстречу про токсичные отношения. Поскольку отношения с мамой, ну и с папой, но с мамой в первую учитывать, как ни странно, для девочек и для мальчиков базовая, у меня ощущение, ну и с не ощущение, опыт такой, что если человек страдает отсутствие доверия базового, и оно очень связано с тем, как складывались отношения с мамой. Пока вы были маленьким, пока вы были ребенком или подростком, то надо лечить причину, и надо лечить отношения с мамой, вынимать детонаторы. Не все могут пойти на терапию, и во всех городах есть терапевты, тем более квалифицированно, потому что психологом себя называют самые разные люди сейчас, и можно получить самого разного рода влияние, придя на то, что называется психотерапия. Качественная психотерапия существует не только в Москве, в разных крупных городах. Иногда невозможно не позволить себе не дойти до терапии, да и таких очень много случаев. Я знаю, к сожалению, отчасти поэтому мы ведем вот эту программу, все остальные программы школы, кроме психотерапии тоже существуют способы излечения отношений с мамой. Они более медленные, они может быть не такие эффективные, они может быть не дают полного такого прощения и принятия, но я знаю много ситуаций, когда люди понимали, что да, вот он корень недоверия, он там, вот с этого момента я вообще не доверяю никому. Там уже и мамы может быть нет в живых, и никто не может отвечать за то, что произошло, и человек понимает, что мама это сделала не специально, она была больна или находилась под прессом обстоятельств, но искажения есть. Я знаю случаи, когда становилось легче только от одной книги в отношении с мамой и назвать ее нет. Это не то, что волшебная таблетка, звалась книга Фактор Матери, автор Таунсон, она очень жесткая книга на самом деле, очень жесткая, там нет ничего про прощения даже, мне кажется, но там описаны типы отношений матери и ребенка, и от того, что человек читает, что ты не он один пострадал от такой жуткой монструозной мамы, а это вот целый тип, и вот так-то называется, и он видит все признаки этих отношений в своей истории, части людей, которые не могут дойти до психотерапии, становится легче, я ее рекомендую посмотреть, потому что мне кажется, что если действительно недоверие или что-то другое отравляет вашу жизнь сейчас, а началось оно тогда, то возможно время что-то пересмотреть, особенно полезно пересматривать эти сюжеты, когда дети начинают приближаться к подростковому возрасту, потому что как рождение ребенка, это некоторая инициация, посвящение в новый статус, вхождение в пубертат первого подростка, это переход на следующий уровень игры и еще раз испытание на возможность доверять, потому что очень часто то, что мы себя как-то не поменяли, начинает звучать в отношениях с подросшим ребенком, не знаю, внятно ли я сказала мысли про то, что есть не согласны, мы не зря проводили эту встречу про токсичные отношения в октябре, потому что совсем не все вещи можно избыть и простить, но все-таки их минимальное количество, часто недоверие в отношениях с мамой может быть переосмысленно именно в статусе родителя, взрослеющего ребенка, родителя ребенка подростка, когда мы оказались по ту сторону вот этой баррикады, мы только что помним контроль мамы и вдруг мы вынуждены оказаться в роли того, кто контролирует. И это удивительный опыт. Это очень быстро происходит, не успела глянуться, 25 лет прошло, да, это уже по ту сторону, и это повод разобраться, с моей точки зрения. Почему же я не соглашусь? Я вполне себе не соглашусь с каждым, да, вот, к сожалению или к счастью, эмоциональный опыт человеческий хранится вечно. С одной стороны... Ему может быть перепреписано значение, эмоциональный опыт хранится, да? Я не очень... Ну, мы можем его переписать, конечно, мы очень можем понять что-то иное про это. этот механизм не только дает нам возможность обижаться на кого-то всю жизнь, но и хранить в своем центре любимого... сердце любимого человека, да, вот, какие-то приятности, руки, улыбки ребенка, его эмоциональные слова «Мамочка, я тебя люблю». И это точно так же, ну, это помогает жить во всех трудных ситуациях. Мы можем... Мы можем... Ну, это не бессилие. Мы можем разобраться в нашем эмоциональном опыте, мы всегда можем понять, что... Чего уже нет в нашей жизни и уже никогда не будет. И, как правило, все понимают, что мамы были в тот момент бессильными или несчастными, или какими-то другими, что, в общем-то, может случиться и с нами тоже. И вот такое понимание дает большие силы пересмотреть вот такой не очень приятный опыт общения с мамой и пойти на некоторое сближение. Волшебной таблетки нет. Все психологи на свете говорят одно. Пытайтесь, пытайтесь и пытайтесь. Получайте новый опыт общения с родным человеком. И тогда мир потихонечку изменится. Да. Я хотел бы еще поговорить по поводу доверия. Как... Екатерина вот об этом уже начала как-то говорить. О доверии как одновременно условия отношений каких-то и одновременно некоторые цели. это вот такая странность даже в этом есть, конечно. Потому что да, мы вот здесь сейчас говорим насколько это фундаментальная вещь, насколько она незаметная, насколько она присутствующая, насколько действительно все там уходит в детство в эти отношения с родителями доверительные или нарушенные. Но все-таки вот когда люди образуют собственный союз, собственную семью, какую-то и вступают на этот путь в семейной жизни, вот в этом какая-то странность есть, но может быть как коллеги меня поправят, может быть это не странность а цикономерность, то в том, что доверие одновременно является как бы и условием и целью пути. Действительно факт вот этого доверия друг к другу позволяет этим совершенно чужим друг к другу дяденьке и тетеньке, которые совершенно с друг другом не знакомы, но это вот представить себе, что ты должен спать там в одной постели с кем-то чужим человеком, в общем, это странно, ты должен разделять с ним всю жизнь, да, там есть вместе, вот скажем, такой писатель как Поппер, например, еще в своей книжке написанной в годы Второй мировой войны «Открытые общества и его враги», он там писал, что вообще люди в будущем есть вместе не будут, потому что это настолько интимный процесс, они будут стремиться на сколько самодостаточности, на то, чтобы, ну, свободы, права, и у каждого должно быть право на собственную жизнь, а, соответственно, наблюдать процесс поедания пищи другим, это страшное нарушение интима, поэтому все эти люди будут есть поодиночке только, это вот такое какое-то страшноватое будущее, честно говоря, для меня совсем как-то, но так вот если подумать, ну, действительно же это такая какая-то очень странная, глубокая интимная связь, да, и спать, есть, вообще дышать одним воздухом, и кажется, что когда это начинается, а здесь наверняка есть много людей, которые в эту странную связь уже вступили, там, и в ней сколько-то прожили, и кажется, что ну все уже, ну вот действительно, вот, и оставили одних молодых, да, и, соответственно, в общем-то, все уже достигнуто, но чем больше я живу, тем больше я вижу, что нет, что это какая-то совершенно другая история, потом дальше начинается, и вот это базовое доверие, конечно, без него дальше нельзя шагнуть, но это в чем-то мне напоминает тоже и церковную какую-то, можно сказать, жизнь, когда это вот начальная благодать дается, потом уходит, потом может быть возвращается, так и здесь тоже, вот это семейная жизнь, начальная, да, дается большой задел, а потом это может быть каким-то долгим путем к достижению какого-то другого доверия, действительно, когда вот, когда люди живут вот это вместе жизнь, и идут в направлении доверия друг к другу, может быть, через какие-то сложные испытания, может быть, даже через какие-то вот очень трагические ситуации, вот как коллега тут об этом вспоминал, и может быть, еще расскажет о каких-то, но вместе с тем преодолевая эти вещи, идут по пути семейной жизни, то мне кажется, можно свидетельствовать о том, что мы можем прийти в какую-то другую степень доверия, когда действительно вот эти слова там, что мы родные, и мы действительно находимся в состоянии доверия, являются не метафорой, и не какой-то красивым словом, а действительно описывают глубочайшим образом то, куда мы можем прийти, то есть это действительно отношение глубокого доверия, такого, которое вообще возможно на земле между людьми, и мне кажется, вот семейные люди в этом смысле обладают замечательным даром каким-то, вот это очень удивительная история, жить такую жизнь, в результате которой можно достичь предельных степеней доверия, которые может быть есть между людьми, и это отношение не родителей ребенок, это другие отношения, и вместе с тем это совершенно какое-то глубочайшее тоже доверие, какой-то взаимонастроенность, взаимопрозрачность, взаимонадежность, к которой можно стремиться в результате долгой семейного пути. А я про маркеры недоверия хочу поговорить очень практический подход. Я абсолютно согласна с тем, что говорил Михаил, но иногда люди на бегу вот в этот каждодневно вот эти наши карусели, в которой мы живем, особенно пока дети еще не выросли, мы абсолютно вообще не понимаем, что с нами происходит, а понимаем только время спустя. И вот я бы хотела поговорить про маркеры потери доверия, мне кажется, что их можно использовать не только по отношению к супружеским, к супружескому параллели, а отношения с взрослеющим ребенком. В принципе, возможность доверять, это возможность показать свою уязвимость, несовершенство, уязвимость, такую, ну, обнаженность, можно сказать, уязвимость в плане того, что мы совсем не совершенны, мы совсем не всегда сильны. Вот как бы обычно в начале отношений, кстати говоря, вот в триаловерсии, в демоверсии этого нет, вот этой возможности показать уязвимость именно в отношениях в паре. Там люди обычно показывают свои уязвимости в других отношениях, да, и тут, может быть, первый раз могут о своих других уязвимостях рассказать, как они были ранены, или какой-то любовь не представили в отношениях с мамой или с кем-то из другого, из внешнего мира. Вот как бы можете ли вы делиться уязвимым в паре? Вслух не отвечаем, отвечаем про себя, если хотите. Хотите, не отвечайте вообще, если это слишком болезненно, да? Второй такой маркер. Можете ли вы показать то, что вам интересно, то, что вас беспокоит? Это могут быть точки роста или, наоборот, какие-то глупые пристрастия, интересы. Но то, что вам действительно сейчас дорого, это то, что вас затрагивает каким-то образом. Причем это может быть чистая дурь, это может быть увлечение, извините, компьютерной игрой, дурацким сериалом, какой-нибудь маркой косметики. То есть это что-то, может быть, некрупная какая-то идея по улучшению жизни, мира или обучения. Это может быть что-то, но оно вас по какой-то причине затрагивает. Или может быть страх какой-то. Страх скорее относится к зоне уязвимости, но иногда это то, что не дает еще и покоя. Можете поделиться или нет, или это будет обесценено. Боитесь, что это, если вы это покажете, то это будет каким-то образом обесценено, проигнорировано. Вот это тоже марка доверия. Если обратиться сейчас к параллели родителей ребенок, вот часто ли ребенок может поделиться с нами тем, что ему действительно интересно? Может, все запретим? Ну, не ребенок, там, ребенок после 7 лет, ребенок до 7 лет абсолютно открыт, если все нормально в семье, да, это перебило. Нет, я просто хотел маленький комментарий, не прерывая твою изысканную речь прекрасную. Я хотел маленький комментарий, что, конечно, вот это показывание брюшка такое, да, вот это показывание слабости и уязвимости, да, это все-таки, мне кажется, нельзя путать с такой расхристанностью и расхлябанностью, да, когда люди начинают там в нижнем белье разгуливать там по дому, там, не следить за собой, употреблять какие-то выражения, которые в период там ухаживания и начал семейной жизни не позволяли. Совсем не об этом, конечно, найдет речь. Не вот этой вот неряшливости, вот такой, наоборот, опускание, распускание, конечно, о фундаментальных каких-то вещах, то есть, да, то, что ты действительно боишься, то, что ты уязвим, вот, мне кажется, особенно это хорошо и правильно, когда человек кризис среднего возраста накрывает, вот, когда вроде взрослый мужик с бородой, он же, вроде, должен быть состоявшим, все успешно, у него должен быть счет в банке и все должно быть хорошо, а то, что этот мужик может, как маленький ребенок рыдается на плече у супруги, если может, это очень хорошо, если может, да, что, что, что вот, пока что, да, ты боишься смерти, своей смерти, ты боишься смерти родителей, ты вообще боишься детей, там, у тебя там, ты боишься болезни, которая в тебе зародилась, там, ты боишься еще много чего, там, ты уязвим, ты слаб, но это доверие, она мощнейшим образом действует, например, на возможность пройти через слабость или найти способ жить с этой слабостью, это вот взаимное доверие в виде принятия слабости, это мощнейшая вещь, которая работает на протяжении всего, всего пути семейной жизни. Сейчас третий и последний в этом наборе маркер доверия-недоверия, он, может быть, странно вам покажется, но вы про него подумайте. Можете ли вы быть расслаблены, не работая, ну, как будто не в режиме функционирования боевых защит рядом с супругом или супругой, отдыхать, например, ничего не делать, или вы все время должны, как бы быть в какой-то роли, как бы представлять какую-то там, он демонстрировать какую-то активность, какой-то работать на результат. Вот, с моей точки зрения, это маркер наличия доверия. Опять же, в той стадии, когда в семье дети, потому что это уже когда люди пенсионеры, да, все у них выросли, да, и у них нет таких каждодневных обязательств, это не такая большая задача, а когда ролей и функций очень много, да, это вот возможность быть рядом с отключенным функционалом, да, это, это про доверие. Вот, ну и иногда, это четвертый необязательный, делиться сильными эмоциями. Знаете, как вот, не в качестве рекламы алкоголя, ни в коем случае, а в качестве просто такого, ну, вы знаете, что выпить можно не со всеми, да, что есть люди, с которыми вы никогда вместе, ну, те, кто выпивает, но никогда вместе пить не стали, или там рядом плакать бы с ними не стали, не стали бы находиться в тех состояниях, когда контроль неполный. Даже скажем, вы не совсем, там, в эти моменты себя контролируете. Вот, 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 с теми, с кем доверие есть, да, можно находиться в состоянии, когда контроль неполный, когда вы давно плачете, или вы совершенно там раскатанно депрессией, или вы там позволили себе ради праздника там выпить ни один бокал, а полтора вас развезло, да, вот тут вот, ну, опять же, алкоголь, это только как, может быть, для кого-то это хороший, хороший образ, может быть, нет. Вот, может быть, у вас есть собственные маркеры доверия-недоверия в отношениях. Вот, как бы, доверие есть когда? Тогда можно сказать, может быть, вы там можете взять в долг, и это про доверие, кстати, говорят часто, что я не могу взять в долг, и это нормально, не будет там. Катя, можно я откликнусь прямо ответом на твой вопрос? У меня есть, моим личным отношением с моим мужем 30 лет с хвостиком, и моя виртуальная клавиатура, про которую я очень часто говорила, спрашиваю клиентов, по умолчанию включена она доверие. Я верю этому человеку по тысяче причинам, по маленьким и по большим. Катя говорила, мусор недоверия. Я могу сказать, да, вот капельки доверия или капельки безопасности или капельки любви, которые были с нами все эти годы. Так вот, моя клавиатура включена на плюс, на доверие. И тогда мне будет очень трудно доказать, что я не могу не доверять моему мужу. Мне нужны будут очень веские доказательства того, что в моей жизни происходит что-то не так. Мне будут нужны не просто слова, проходящие мимо подруги, или просто какая-то фотография мелькнувшая его в Инстаграме, дай Бог ему здоровья. А мне нужны будут слова мужа и мои понимания, что происходит. И я уверена, что я эти слова получу. Почему? Потому что я рискну и подойду и спрошу его, что происходит. И спрошу вовремя, до того момента, пока мне еще не стало больно, страшно и стыдно за свою глупость, например. Почему? Да, вот. И ко мне не пришла идея, почему я такая доверительная, и вот меня обманули. Клавиатура включена на доверие, и тогда со мной нельзя, мое доверие нельзя будет разрушить просто так. Вот такой удивительный способ, который я, собственно говоря, учу своих клиентов. Попробуйте включить себя на доверие. Да, его можно разрушить. Наверняка у вас были такие истории. Но не сразу и далеко не всем. Спасибо большое. Может быть, кто-нибудь, вот откликнется на то, что Екатерина говорила, может быть, сможет поделиться действительно своим каким-то маркером доверия, каким-то своим моментом, когда вы понимаете, что да, вот есть доверие. И вот есть много семей, у которых это по-своему как-то происходит. Я вот, например, поняла, через какое-то время вот уже жили с моим мужем вместе. Я поняла, что я вообще журналист по образованию, для меня очень важно формулировать. У меня куча тетрадочек, когда если что-то, допустим, со мной происходит, и я не могу даже понять. Мне вот нужно написать, оформить слова, и тогда вот как-то все становится четко, я понимаю, что все с этим делать. И вот у меня была подруга до замужества, и там мы вроде бы все друг другу рассказывали, но для меня я уже потом поняла, что вот какой маркер. Когда у тебя какой-то промах, я все время сказала, Слава, а как бы так рассказать, чтобы не так, ну, ну, понятно, что лосиха, но вроде бы не очень. А вот своему мужу я поняла, что для меня очень важно, я могу рассказать так, как и есть, как я правда чувствую, как вот я внутри саму себя формулирую. То есть вот если я облажалась, я вот облажалась. Я прихожу и честно об этом говорю. Я знаю, что там надо мной не посмеются, но это какие-то правильные слова поддержки. То есть не приукрашивая саму себя, а вот так, как есть на самом деле. Вот если там вольно, если страшно, если там важно или не важно, да, вот именно так, как есть. Как внутри меня формулируется, что это можно рассказать другому человеку. Спасибо большое. Может быть, тут еще скажет, а я там вспомнила хороший маркер. Лина, может быть, это не совсем про доверие, он скорее шуточный. Знаете, вот когда к вам кто-то должен прийти в дом, ну, там условная свекровь, да, или там какие-то гости там специальные. Перед некоторыми гостями будете убираться, как бы перед приходом санэпидемстанции, да, а перед некоторым вы даже тапочки не подвинете, там, да, и не заморочитесь, там, протереть какую-то поверхность. Да, вот для меня это тоже, возможно, про доверие. Да, потому что вас не осудят. Даже если у вас тут не идеально, да, это будет принято нормально. Еще кто-то поделится маркером. Да. Еще раз прошу прощения, сразу приходит на память Евангелия. Одно из четырех. Везде, любое, практически любое, любой эпизод, везде, абсолютно везде, Господь искренен, везде. Но он нигде не воврачивается на изданку. Он никогда не, так сказать, он говорит всем, то, каждому человеку, что ему нужно. Даже, даже большая масса людей говорит то, что ей нужно. Но далеко не, так сказать, не все то, что можно, может вам сказать. Ученикам одно, ученикам одно, а, так сказать, внешним это совершенно другое. И то, чтобы это абсолютно другое. Ну, каждый воспринимает в меру своего, так сказать, в меру, в какую он может вместить. И, в принципе, у нашей жизни то же самое. Все начинается с искренности. Когда мы чувствуем ложь в отношении человека, это может быть, так сказать, мимика, это может быть слово, это может быть, в конце концов, какой-то жест. это сразу же ставит преграду между, так сказать, нами. С одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, получается так, что вот, опять же, наш жизненный опыт такой, что, в моей частности, что отец никогда мне не задавал, ни отец, ни мама, никогда не задавали мне каких-то бестагнных вопросов. Не было такого. И у меня не было намерения непременно что-то скрыть. Мне просто говорили, там не надо, туда не надо. Это не твое. Не то, что ты говори, просто давали понять. Я это отлично понимал. Мне туда не надо. Все. И, в общем-то, очень многое так было, как бы, из-под воли, как бы, невзначально, сколько я сейчас понимаю. Так что, не случайно, так сказать, отец привел мне, привел мне, так сказать, любовь к ним. И во многом, вот я сейчас вспоминаю, уже, так сказать, сам достаточно, не то, что тут почти преклонных лет, но я отлично понимаю и очень благодарен за то, что вот они вот именно так со мной себя вели. Не было, так сказать, какого-то чрезмерного насилия, жестокости. Этого не было. Но вместе с тем, насилием было. Почему? Потому что ребенок он понимает. Именно, так сказать, какую-то силу. Именно, как бы, вот отлично это понимает. Спасибо. Это такая, какая-то прямая речь и четкость, да, в отношениях, которые позволяют в результате, чтобы было ясность, чтобы не было каких-то двусмысленностей. Да, спасибо. Как кто-то еще, может, хочет про маркер доверия. Мы сейчас вытаскиваем, сейчас вытаскиваем слова, то, что обычно находится на уровне не слов, а эмоционального интеллекта, эмоционального принятия решений. И это не просто, да, сейчас не просто может быть сформулировать словами этот признак, но они у нас у всех есть на уровне ощущений. Да, и это важно. Это такая навигация, которая включается раньше, чем словесная навигация, связанная с нашим эмоциональным опознаванием людей и отношений. Да, какие ваши маркеры доверия? Ну, у меня такой маркер, это быть абсолютно физически немощной. То есть, если я могу позволить себе быть больной, некрасивой, потерявшей какой-то там женский и даже иногда человеческий вид, и меня примут и такой, и даже и пожалеют, и поухаживают, и подставят плечо в такой немощи, то вот это такой мощный маркер. Особенно это связано с материнством, с состояниями послеродов, когда ты это вообще, ну, ты это не ты, даже. Первые дни, первые недели. Ну, да, спасибо. Это очень важный, конечно, момент, действительно, о нем все коллеги тоже наверняка знают, о том, как мужчина там, реагирует, муж, мужчина, супруг, как он находится в женщине, как-то, которая переживает критический такой период в своей жизни, как беременность, потом роды, в зависимости от того, как самый близкий партнер реагирует на это, зачастую очень по-разному складывается потом по пути семейной жизни. Я хотел вот в этом разговоре о доверии, если можно еще такой вопрос задать коллегам, специалистам, а вот как вы считаете, у меня вопрос есть про маркеры доверия и недоверия, как вы считаете вот ситуация, когда ребенок лжет, когда мы попадаем вот в другую ситуацию, не когда родители, соответственно, нарушают доверие, а когда ребенок врет, ребенок отрубает это доверие, со стороны ребенка происходит, как вы считаете вот какую-то оптимальную, какую-то модель что ли, поведение родителей, да, ну, как родители, часто родители часто растерян бывает, вот что вот случится, вроде мы с ребенком там все с ним хорошо и правильно, у нас были доверительные отношения, а потом вот мы обрушиваемся в ложь, вот вот закрытость, ложь, по какому-то мелкому или по серьезному поводу, если уже подросток, то как вот, как вы считаете, как вот родителю это пережить и жить? Мне сказать? я могу вопрос ложь в каких отношениях, то есть ложь по отношению к родителям или ложь во внешнем мире. Если ложь в отношениях родителей, но все вот эти классические ситуации, деньги там и так далее, то есть, если скажем, ребенок что-то за слынок накосячил во внешнем мире, собрал, украл, там двойку замазал, замазкой, еще там что-нибудь сделал, вот тут, мне кажется, банальности, опять скажу, надо быть на стороне ребенка для сохранения доверия, хотя вы знаете, что он не прав и он действительно это сделал, это нарушение того или иного принципа этического, да, но это, это ваш ребенок и там внешний мир, и это базовое правило сохранения доверия с моей точки зрения, а что касается отношений в семье, да, если он соврал вам, украл у вас, я не знаю, ну что-нибудь сделала, много чего, можно веер ситуации развернуть, то тут всегда очень интересный вопрос, а почему, почему это произошло, очень редко ситуация не имеет никакого мотива, никакой причины, и очень часто ответ лежит в описании, в том, как ребенок видит эту ситуацию, сейчас я попробую изменить обстоятельства актуальной клиентской истории до неузнаваемости, и расскажу вам, ну скажем, девочка там, да, в предподросткового возраста взяла у папы крупную сумму, очень крупную, и купила себе там некий девайс, который давно хотела, и оказалось, ну дико вопиющая история, потому что девайс действительно дорогой, оказалось, что она это воспринимала как некоторое возмездие, потому что у нее до этого бабушкой была удержана примерно такая же крупная сумма, она это посчитала несправедливым, и вот с ее точки зрения это был такой взаимозачет, взрослые у нее отобрали ей прочитающиеся, да, за какой-то просто бы она взяла свое, да, если бы люди не открутили эту историю, не поняли в чем, собственно, дело, возможно, была бы очень жесткая реакция, обычно ответа, ответ лежит в ответе, а то почему эта ситуация произошла и как ее видит ребенок или подросток. Для меня в любом цикле негативного взаимодействия, здесь я бы выстроила цикл про детскую ложь, всегда есть эмоция, которая делает возможным действие. Если ребенок мне врет, это означает, что ему очень страшно, что он с чем-то не справляется и зачем-то пытается так спастись. И неважно, кстати говоря, во внутреннем мире, в семье или это происходит, или во внешнем мире, и тогда я точно понимаю, что моему ребенку нужна помощь. Я еще не знаю в чем, но я, как взрослый человек, остановлюсь, остановлю себя и скажу, что случилось, что я сделала не так, чтобы ты мне соврал. и это очень помогает и решению проблемы, и дальнейшем взаимодействии. Согласно нам, часто страх за ложу часто стоит, либо страх, либо желание отомстить. Это большая тема. Страх, соответственно, это уже прерыв доверия, это уже первый шаг на его обрывы. Если коллеги не против, я предложил перейти к вопросу. Сейчас у меня был финальный, с моей стороны финальный. Хорошо, давайте финальный. аккорд, да. Аккорд. Я говорила о событиях, которые вызывают эхо недоверие многолетнее, но совершенно убеждена, как человек, как профессионал, что есть события, поступки, реакции, которые вызывают эхо доверия. И вот то, о чем говорила сейчас Виктория, вот так отнестись к проблемному поведению ребенка. И то, что вот говорила Алена, когда тебя приняли в слабости, действительно приняли, вот такого масштаба, ничего, что я использовала в вашем примере, это поступки такого, события эмоционального, такого масштаба, которые потом вызывают волны доверия. И наверняка вы можете вспомнить такие события, вот в своей биографии или в жизни ваших знакомых, когда кто-то вас очень сильно выручил, эмоционально подставил плечо, был рядом, когда вы были в состоянии уязвимым, принес вам, не знаю, там еды в больницу, денег на что-нибудь, когда вы не могли их сами добыть, послушал ваш бессвязный там вздор, когда вы были в демотивированном состоянии, просто сидел рядом и ничего не говорил. То есть это могут быть такие не очень большие действия с точки зрения вселенского масштаба, но для вас это то, что было очень вовремя, очень соразмерно. И это то, что потом позволяет, то, что работает долго, позволяет долго доверять. И таких событий в детстве тоже много на самом деле, да, когда какая-нибудь там ваша бабушка не рассказала родителям про там вашу дырку на штанах и зашила ее, да, или там разбитая чашка была, взяла на себя вину за разбитую чашку. Часто это бабушки, да, или там подружки. И тоже было бы здорово, если бы кто-то вспомнил, потому что вечер уже. И вот это вот эхо доверия, да, мы можем запустить в жизни наших детей и подростков. Да, мы, потому что мы можем быть теми людьми, которые покажут эту эмоциональную модель. И это то, что мы можем делать каждый раз в наших близких отношениях. Ну, почти каждый раз, когда там мы находимся в своем уме и хотя бы на сколько-то эмоциональном ресурсе. Можно мне тоже маленький финальный аккорд? Мне очень хочется сказать, что мое доверие к партнеру начинается с меня. С меня, с моей клавиатуры. В жизни очень много маленьких и больших событий, которые его и восстанавливают, и разрушают. Но если я не дам шанс своему партнеру объяснить, что случилось, и если я не буду верить в то, что он не хотел меня разрушить и не хотел меня обмануть, но что-то пошло не так, и это случилось в наших отношениях, то тогда доверие восстановлено не... доверие невозможно восстановить. Я даю этот эмоциональный шанс своему партнеру, я ему даю технический шанс восстановить доверие, например, в следующий раз забрать ребенка из детского сада. Да, вот. Но главное, я обращаю свой взгляд на новый эмоциональный опыт между мной и моим партнером. И есть удивительное русское слово, которое я очень люблю, когда я вижу, что мой партнер старается, когда я вижу, что он не хотел меня разрушить, и мы с ним об этом поговорили, когда он попросил прощения за то, что мне было так больно или так стыдно или так гадко в той ситуации, вот именно тогда доверие быть. Оно восстанавливается. Но, к сожалению, ни о чем таком партнер догадаться не может. Он изменяется по-своему, он пытается починить ситуацию по-своему, но иногда мне это не помогает. И вот он, кусочек моего риска подойти к нему и сказать, я тебе не доверяю, потому что мне больно. А это великий риск и труд, потому что я в этот момент уязвима не меньше, чем он. Спасибо всем за такие замечательные слова про доверие. Мне кажется, у меня буквально одна фраза еще такая заключительная про доверие, что наряду с тем, что доверие, мне кажется, фундаментальные базовые вещи, оно еще, конечно, глубоко асимметрично. Часто очень мы озабочены тем, чтобы встраивать симметричные отношения. То есть у нас обязательно какой-то обмен, симметрия, справедливость. И вот все-таки какие-то базовые вещи, можно сказать, сопровождающие нашу жизнь с самого начала, как наше появление на свет асимметрично. Мы не можем родителям отплатить тем же, их родить мы не можем. Они нас рожают асимметричным образом, вводят мир асимметричным образом, кормят нас, воспитывают асимметрично. Вроде бы мы когда сами своих детей воспитываем, вроде бы мы как бы, но нет, мы двигаем дальше эту шкалу асимметрии, потому что мы буквально в смысле родителям ничего не это наши собственные дети, это наша собственная история. доверие базовое, асимметричное, и конечно вокруг нас висят евангельские сюжеты, они нас побуждают вспомнить фундаментальную историю с блудным сыном, которая тоже глубоко асимметрична, где сын нарушает все, объявляет отца умершим, забирает все денежки, и потом когда он возвращается, у него нет мысли о том, что может быть симметрично, ну хотя бы возьмут на меня вслуге там, нет, у него уже нет никакой надежды, что что-то можно восстановить, потому что ну действительно, доверие безвозвратно утрачено, все, я разорвал все отношения с отцом, все, я перестал быть сыном, а что происходит фактически в этой притче, да, происходит восстановление его в статусе сына, то есть происходит совершенно асимметричное действие, и вот в этом мне кажется очень большая какая-то надежда, что несмотря на то, что доверие часто порогано оказывается, несмотря на то, что доверие часто оборачивается предательством, оно вновь и вновь возвращается, и возвращается таким ассимметричным образом, оно может сказать неуничтожимо, и оно вот постоянно появляется, хотя казалось бы, все должно быть уже давно разрушено, но оно постоянный приток в мир доверия собственно и создает для нас возможности этой жизни, Потому что таким образом энтропия не царствует над нами, а постоянно асимметричным образом, неадекватным образом, несимметричным доверие вливается в нашу жизнь. Ну, это вот мое заключительное слово. Я призываю всех желающих задать какой-то вопрос, какую-то реплику, может быть, какую-то свою историю про доверие рассказать, которая как-то откроет нам новую грань этого, потому что это действительно огромная тема, и мы лишь ее немного затронули. Может быть, чего-то вы не услышали. Да, приглашаем всех желающих. Вы доверились нам, пришли. Да, пожалуйста. Вот сейчас сначала, потом вы. Добрый вечер, меня зовут Леонид. Я просто выходил, может быть, прослушал, но я удивлен, что не затронута тема, может быть, поправьте, если была затронута, между доверием и откровенностью и откровением. То есть, что вытекает из чего и какова взаимосвязь между доверием и откровенностью. Отношения между людьми могут быть откровенными, человек один открывается другому, и это может вызвать встречную волну доверия. Взаимоотношения между человеком и Богом как через откровение, и наоборот, если человек открывается полностью Богу, то здесь тоже может возникнуть момент доверия. И у меня вопрос, с которым я пришел сюда, и который был затронут с некоторых моментов, но так и не раскрылся. Это что же делать, когда доверия и не было в личных отношениях между двумя людьми, когда доверия не было, все время была какая-то стенка, стенка, стенка. И в итоге, спустя много лет, его и нет. Оно совсем зашло на нет. Что же можно сделать не с точки зрения действия через Бога, например, с помощью молитвы, а с точки зрения прикладной психологии, как действовать в каких-то сугубо отдаленных отношениях, которые предельно разрушены, но при этом все возможности, люди живы, есть дети. Это вопрос про мою бывшую жену. Тут как найти? Потому что доверие разорвано, и дальше можно сотнями причислять важные-важные какие-то моменты, шаги, оно подорвано, подорвано, разорвано в клочья, куда не перекоснись. Но есть дети, и они дают возможность такого общения. Но при этом и здесь стенка, 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 стенка вырастает. С одной стороны, мне присущ некий оптимизм, в этом я живу, и жизнь продолжается, дети растут, они включаются в эту тему, тема не вянет, она не делается пассивной. Но при этом ироки опускаются, года, десятилетия уже проходят. И авос не только и ныне там, а еще и назад откатился. Хотя, если со стороны отойти иногда, удается отойти от себя и посмотреть на ситуацию, ой, сколько же моментов было разрешено всяким. Но общая картина все-таки сдвинулась вот-вот, ближе к разрыву, похоже, чем к соединению. И опять же, несколько, по-моему, не проговорена тема между откровенностью и доверием. Сейчас, прежде чем Виктория начнет отвечать, я хочу сказать, что нужно хорошо понимать, что возможно сделать за два часа встречи, которая разовая. Что-то возможно, наметить какие-то ориентиры, назвать какие-то там опорные точки, принципы. Да, и это то, что мы сделали. Конечно же, невозможно раскрыть такую огромную тему, как доверие в полносе. И даже если бы мы сделали обучающий курс или онлайн-курс, даже и восьми часов там разговора не хватило бы. Это про общие вещи, да. Сейчас, может быть, одной фразой можно ответить по соотношению откровенности и доверия. Но, наверное, по сути вашего вопроса, Вика. Спасибо вам огромное за такой вопрос и спасибо за вашу очень горькую историю. Ее сейчас было очень непросто говорить. Я это понимаю и чувствую. Мне очень хочется помочь, но, к сожалению, в рамках этой встречи я смогу только поставить определенный фокус. Моя психология циклична. Она подразумевает, что когда я что-то делаю, мой ответ, мой партнер что-то делает в ответ. И мы привыкли в самой большой боли кричать, почему ты мне не доверяешь. И этот вопрос, ты мне не доверяешь, как правило, замыкает партнера. И он не может ничего ответить. И вырастает очередная стена. Я точно знаю, что есть другой вопрос. Скажи, пожалуйста, что я делаю, я делаю такого, чтобы ты мне не доверяла. Я не знаю, сработает ли он с вашей бывшей супругой. Но, как правило, на такой вопрос партнеру непросто ответить. И он начинает понимать заинтересованность другого. И он видит, что он нужен и важен. Что я сделал такого, чтобы причинить тебе боль. Вот это только эскиз того, что я предлагаю делать партнерам в таких сложных ситуациях. Я никогда не рискну сказать, что это вам поможет. Но, во всяком случае, вот такой фокус делает отношения немножко другими. И еще я иногда говорю, помоги мне понять. Помоги же, что я делаю не так. И это второй, ну, условно волшебный вопрос. Спасибо. Еще вопросы? По откровению доверия, это отдельная, конечно, большая тема. Но мне кажется, что важно, что русские такие вот рассуждения счет откровения и доверия, они часто описывают какую-то ситуацию с рухнувшей плотиной. Вот вроде было там недоверие, да, какая-то стена, потом она рухнула, и, значит, пошло взаимообратные какие-то вещи какие-то. Это, мне кажется, часто какие-то катастрофические могут, скорее, процессы так описываться. А все в ситуации такого базового доверия просто это откровенность, это условие существования, да. Это ситуация, когда откровение, откровенность есть другое слово, другой, по сути, синоним того же самого доверия. Это синонимичное выражение. Это не та ситуация, которую надо достичь, а ситуация, в которой уже есть. То есть в ней можно оказываться. Да, может быть, какие-то вопросы есть еще? Вот у вас был вопрос, да. Сейчас еще можно секундочку, не забывайте вопрос про откровенность доверия. У меня осталась недоговоренная фраза, вот, социалитического блока, может, нам будет уместно, что, собственно, основание для возникновения доверия все-таки это слова. У нас есть потрясающий инструмент использовать слова, речь, коммуникацию, да. И очень часто недоверие возникает, когда нет слов, да. Когда слова какие-то не сказаны, это откровенные слова, слова, выражающие уязвимость и боль. То есть способ возникновения доверия наш человеческий, который есть только у нас, да, это когда вы словами пытаетесь о чем-то сказать, по возможности откровенно, уж какой смысл говорить неоткровенно. Но часто это очень большая дорога. Я думаю, все семейные люди это знают, что иногда, может быть, 10, 15, 20 лет нужно идти для того, чтобы можно было сказать простую, очевидную, совершенно банальную вещь, касающуюся твоего внутреннего мира, твоего там желания, нежелания. Ну, кажется, и потом ты эту вещь сейчас говоришь, и думаешь, а что, стоило 20 лет ждать? Может быть, это надо было сказать с самого начала? Нет, оказывается, надо было ждать 20 лет. Оказывается, вот эта возможность сказать, она действительно вырастает после 20 лет. Еще сейчас, еще один момент, да, не в порядке рекламы. У нас был в декабре очень удачный онлайн-курс, ну, в смысле, с большой, ну, мы получили очень хорошее эхо. Он назывался «Я такая», да, может, кто-то слушал, и он был про близкие отношения в браке. И мы попытались поговорить словами о тех вещах, которых люди часто не могут даже в браке, даже в долгосрочном, да, говорить спокойно. Имеется в виду сексуальное отношение с супружескими. И то эхо, которое мы получили, в первую очередь, сразу, пока еще курс шел, после буквально первого вебинара, что после того, как мы это послушали, мы, наконец, смогли поговорить и вывести в слова то, что мы никогда не решались друг другу доверить, сказать. Вот. И то, что вот это возможно даже после какой-то там небольшой лекции по интернету, да, когда открывается какая-то дверь, да, и оказывается, что возможно говорить там, где слов не было. Да, это просто был отзыв, это замечательный. Люди прослушали бесплатный вводный вебинар, а вы думаете, что наша жизнь разделилась на до этого вебинара и после. Это не реклама, что-то люди услышали, что открыло их собственные двери доверия. До людей дошло, что об этой вещи, которая поперек брака у них стояла такой, да, об этом можно поговорить. Такая простая мысль дошла до людей. И говорят, ну все, у нас рубеж. Это показалось достаточно, не нужна была психологическая помощь, да. Да, мы очень часто говорим с моим клиентом, что все, что сказано в повелительном наклонении, это пуля. А то, что сказано и объяснено, это повод поразмышлять вместе. Вот тоже очень простой фокус. Спасибо. Вот у вас была реплика или вопрос вот здесь вот. Говорили о маркерах доверия. Хорошо, спасибо. У меня вопрос о маркерах недоверия. То есть что может сигнализировать о том, что что-то в отношениях идет не так до того момента, когда оно станет очевидным и рухнет. И связанный тоже вопрос, очень не хочется не доверять человеку, которого любишь, хотя, ну, есть какие-то вот эти сигналы, и очень есть такой, ну, нет. Большой соблазн их пропустить, оправдать, списать там какие-то обстоятельства, и что тоже в результате на отношениях сказывается разрушительно. Как тоже не упустить вот эти вот сигналы, которые показывают, что вот сейчас, ну, то ли я попустительски себя веду, то ли моим доверием начинается употреблять партнера. Спасибо. Мне кажется, про маркер недоверие ты говорила же как раз. Интересно, кто-то коллега ответит. Может быть, коллега еще раз. Я начинаю думать, что пора выяснять про доверие и недоверие, когда внутри себя ощущаю, например, пустоту. И понимаю, что я чего-то не понимаю про эту историю. И я начинаю говорить о недоверии, если мой партнер энное количество раз не выполняет одно и то же обещание. Я просто подойду, но вот я подхожу и спрашиваю, почему ты, ну, вот почему не получается. Да, вот. Просто у меня, ну, как у меня, и у меня, как у психолога, нет иллюзии контроля и попустительства. Да, вот. Я в этот момент забочусь о себе. Если мне плохо в том, что происходит, надо выяснять. И рискую первое я. Я не знаю, внятно или невнятно я сказала, да, вот, но еще ни одна моя личная история контроля ни к какому доверию меня не приводила. А слово попустительство, оно такое очень шероховатое. Спасибо. Как-то ответили, как можно на ваш вопрос. Может быть, кто-то еще хочет какую-то реплику про доверие, что-то хорошее сказать, или про недоверие. Или вопрос задать. Да, 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 пожалуйста. У меня такой вопрос. Нет, веря. Рождает целую очередь событий. Ты уже не знаешь, что было началом, а что было потом, уже не ясно. Но есть общий тревожный фон. Какие-то такие, как будто появляются отдельные отношения, отдельно от вас, и они уже с каким-то... поражены каким-то грибком, я не могу это объяснить, как будто отдельный какой-то... что-то отдельное от вас, и вы уже как будто вовлечены в эту игру, в недоверие, взаимное желание укольнуть друг друга. Больнее или, наоборот, защититься, вот о чем говорили с утра, они продемонстрировать себя перед супругом с лучшей стороны, нежели ты сам про себя думаешь, чтобы обезопасить себя от дальнейших нападок. И этот процесс, он усугубляется, и ты уже не знаешь настоящих причин, просто два чужих уставших человека. В какой момент, надо сказать, что все, мы с этим завязываем, идем дальше? И до какого момента есть смысл с этим работать? Можно я отвечу на этот вопрос? Самый главный маркер для разрыва отношений для меня – насилие. Если в моих отношениях происходит насилие, неважно какое, физическое, эмоциональное, финансовое, газлайтинг, то есть когда человек уверяет меня, что я сумасшедшая, это огромный повод подумать, что я делаю в этих отношениях, и подумать о том, что, может быть, эти отношения могут быть другими. Например, родительство, а мы два уставших человека, которые просто мучаем друг друга. Так бывает, ни один психолог не спасет то, чего уже спасти нельзя. Вот это мой самый главный маркер – уходить. Я, кстати, не услышал совсем, здесь, может быть, я ошибся, но мне кажется, что та ситуация, которая здесь описана, по этим нескольким словам нельзя совсем, конечно, делать никаких выводов. Но часто бывает ведь ситуация, когда действительно ты понимаешь, что попал в какой-то замкнутый круг, и как-то непонятно, как из него выйти, но не то, что прямо вот уже все, надо разбегаться в разные стороны. Все-таки вот как быть на этой стадии, когда они не стали злокачественными, но перестали быть доброкачественными? Может быть, вы тоже все-таки скажете несколько слов. Ну, я просто услышала этот вопрос как вопрос о том, когда нужно уходить. Да, вот, вопрос выяснения отношений в паре, в общем-то, это вопрос очень индивидуальный. Иногда парам хватает сил разобрать истории, которые, на первый взгляд, кажутся совершенно бессильными. И неважно, что лежит в основе этого желания, жалость, дети. И, да, вот я когда-то говорила клиентам, если это ипотека, дай бог здоровья, это ипотеки. Да, вот, просто я очень хорошо как терапевт знаю, что если там только ипотека, люди не удержатся вместе, а раз они пришли в терапию, говорить об этом, значит, их связывает что-то еще. Это зависит от силы пары, от желания быть вместе и от силы разбираться в этих достаточно кровавых историях. Но я как терапевт точно знаю, что чем глубже разбираешься, тем лучше результаты. В общем-то, вернуть доверие вполне возможно. Да, и, собственно, Виктория нам тут по секрету рассказала, что из десяти пришедших с предразводной ситуацией пар, восемь перешагивают в новую жизнь. Вот в данном случае. Сохраняют отношения. Есть статистика некоторая. Спасибо большое. Я просто хочу сказать, что вы аплодируете не лично мне, а эмоционально фокусированной терапией, которая была создана для того, чтобы улучшать отношения. И когда говоришь паре, что и предразводное состояние, и, например, некая история измены, это не ваша плохость, а крик отчаяния, люди очень вдохновляются тем, что можно все вернуть. И, как правило, возвращаются. Спасибо. Еще вопрос. Вот там вопрос на втором ряду, если можно передать. Прошу прощения, я понимаю, все устали. Нет, нет, еще есть время. У нас есть время, мы доверяем друг другу. Я, видимо, ошиблась немножко в теме. У меня было свое представление, потому что вопрос доверия. Я долго тут в недоумении все слушала, первую часть, по крайней мере, потому что речь была о супругах, а я как-то вообще про детей пришла. Супруг вообще в поле моего зрения не находится в этой теме почему-то. Ну, в общем, спасибо, буду думать об этом тоже. А про детей был вопрос у меня изначально, потому что одному ребенку, самому старшему, 10 лет и предподростковый возраст. И, как уже вы сказано, если там есть травмы отношений с матерью, с бабушкой, если они из детдомов, то есть там все намешано-намешано, то детям это все достается очень много. И если опыт не доверия богатый, а опыта доверия нету, допустим, да, ну, то есть вот такого, который хотелось бы иметь, то детям это внушается, ну, как бы передается, да. Не могли бы его, может быть, получить опыт доверия, но вот ниоткуда. При том, что вот вроде бы родители, вроде бы любящие, все такое, все равно какой-то там червоточинка существует. Вот. И я понимаю, что это очень долгий, может быть, вопрос. Я не к тому, чтобы сейчас его обсуждать подробно, но поскольку есть вот такой опыт, как мы там общались с многодетной мамой, многие выросли в многодетность свою из одиноких семей с матерями-одиночками через фильм, например, «Двадцать лет спустя». Ну, так случится. Вот. То есть, а к тому, что вот эта великая сила искусства, может быть, просто где-то в сети кто-то накидает книги, кино, на которых просто можно учиться этому доверию, как его строить в семье для своих детей. Вот. Спасибо. Кому вопрос? Опоры для воссоздания доверия, да. На примерах. На примерах. Вот у меня какой-то пример, сразу мы говорили про этот фильм в сетях своих, «Погоня за счастьем». Не смотрели вы, нет? Это фильм, где темнокожий папа остается с моим маленьким ребенком на руках, у него нет ничего, работы, дома, там, жена ушла. И он делает все, чтобы ребенок сохранял доверие к миру, да. А еще вот этот вот фильм, я забыла название, когда концлагерь, «Папа в концлагере», как этот фильм называется? Там очень чистый концлагерь снят, это единственное. Жизнь прекрасна, да. Это тоже про доверие. Хотя там, в общем, ну, можно к этому фильму задавать вопросы. Мне кажется, что вот эта опора на здоровое, да, и на то, что вам нравится, вот этот очень верный акцент. И обязательно и фильмы найдутся, и книги, и даже люди подтянутся. Если вы почувствовали там, что это то, что нужно, это обязательно все соберется. А что касается детей предподросткового возраста, то вот просто нужна перезагрузка понимания взаимоотношений. И там доверие просто основа, да. Как вот мы когда-то учились с первенцами, как там их кормить, пеленать, укладывать. Да, это была целая история. И как их обучать базовому доверию к миру. Это просто новый уровень игры. Вот. И абсолютно возможно почти в любой тяжести семейной ситуации научиться доверять взрослеющему ребенку. Я в этом убежал. Нужно просто по-другому видеть эти отношения. И тут как раз там уже у нас книжечка есть, онлайн-курс вот сегодня там стартует. И можно без всякого без этого оговорить с людьми, которым удалось сохранить отношения с выросшими детьми. Такие вот человеческие, близкие. Это просто еще одна задачка жизненная. Очень интересная. Да, спасибо. Еще какой-то вопрос, тема, что-то еще про доверие. У меня, Екатерина, вопрос к вам уточняющий. Вы сказали, когда говорили про детей, сказали, что если есть ложь во внешнем мире, там замазал двойку, украл, но украл это какая-то уже другая история для меня, по крайней мере. Ну вот какая-то такая ложь, например, в школе ребенок соврал. Вы сказали, нужно быть на стороне ребенка. Хотела уточнить. Понятно, что нужно быть на стороне ребенка для внешнего мира. То есть защищать его от учителей и так далее. А как правильно говорить с ребенком об этом потом? Вы знаете, я совершенно согласна. Я редко бываю согласна полностью со спикерами, которых мы знаем. Тут я абсолютно согласна с Викторией. То, что она сказала, да, очень совпадает в том, что я думаю понять причину, понять, какая боль тут, узнать, как он видит эту ситуацию. То есть презумпция невиновности, которая нам очень не свойственна на уровне национального менталитета, к сожалению, должна быть абсолютной нормой. Исходить из презумпции невиновности из того, что это... Ну не то, что стечение обстоятельств, но это нечто, что вы не понимаете, а у ребенка есть ответ, поскольку он в этой ситуации, да, а вы снаружи. Это редко, то есть это точно не будет вредно. Вот, но и потом, вы знаете, в ситуации, когда что-то с вашим ребенком вот очень больно бьет, это очень уязвляет иногда просто отсутствие моментальной реакции уже очень хороший способ. То, что если вы не среагировали моментально, а значит импульсивно, создать возможность уйти вот этим вот реакциям первичным, эмоциональным, часто связанным с гневом, да, и вы же сама прореагируете очень верно, включится интуиция, включится то базовое доверие, которое наверняка в отношениях есть. Вот иногда наш собственный эксперт, вот внутри, а не снаружи. Так, вот так нужно пропустить первую вот эту пену, чтобы пена ушла, эмоциональная пена. Да, спасибо. Какие-то еще, может быть, один-два вопроса, да, есть хорошие, которые еще не обсудили, то мы готовы, может быть, или все уже, все уже устали, все уже доверие иссякло. У меня не то, чтобы вопрос, а вот такая реплика, она у православных, и особенно у людей, которые постсоветские православные, такие вот неофиты из 90-х, вот из 2000-х, мы очень часто подменяем вот это доверие к Богу и перекладываем, ну вот оно такое как бы, сейчас поясню, нам кажется, что сила молитвы, сила вот чего-то такого вот сказанного вверх, она абсолютно. И очень долгие годы такая ошибка пребывает, что вот есть какая-то проблема, и мы вот будем это решать с помощью, ну вот, грубо говоря, религии. Мы будем молиться, мы будем как бы смиряться, потом это выясняется, что это как бы смирение, это ничего общего с настоящим смирением не имеет, и оно тут и не нужно. Или вот мы там пытаемся ездить по монастырям к старцам, к батюшкам мучить их без конца там годами, вот этими нашими исповедями там о том, о сём. И в итоге вот просто это история моя, и у меня много таких вот знакомых, то вот бились, бились мы вот в эту точку. А когда пошли уже вот по пути исправления каких-то вещей через психологию, и я вообще поняла, что процентов 80 того, что я носила, к примеру, на исповедь, это вообще не туда, а не к батюшкам. Иногда у них совершенно нет инструментов, знаний для того, чтобы помогать. Было бы проще лет пять назад там пойти просто к психологу, а не кормить себя вот этими идеями, что вот я вот помолюсь, лишний раз поплачу где-то возле иконы, и это при том, что я не отрицаю чудо, и я как бы как мать пятерых детей, я знаю, что такое чудо и как это работает. Это имеет место быть, это никто не отменяет. Но просто иной раз, может быть, кому-то тоже будет важно услышать, что вот это доверие, надо иногда доверять и людям, которые владеют какой-то специальностью. Ну, мне кажется, что как раз, если вы что знаете, мы с вами здесь про Евангелие, то как раз в этом смысле доверие Христа, оно предельно человечное. Вот Христос там творит чудеса, вокруг бегают тысячи народу, потом он остается один, и он говорит, где мой отец, ну ты меня оставил. То есть он доверяет Богу отцу, доверяет, вряд ли, что нет. А при этом что? А при этом оставленность и брошенность полная. И это как раз про доверие, конечно, про предельное доверие. Когда все оставили, люди оставили, Бог как-то не проявляется, там, отче, отче, почему ты меня оставил. И да, и вместе с тем доверие. Поэтому это нисколько не отменяет того, о чем вы говорите, такого комплексного начального, людей, которые хотят побыстрее заскочить на небо, используя головы батюшек, старцев или каких-то еще фигур, для того, чтобы быстренько туда заскочить и решить все проблемы. Нет, конечно, мы на тяжелом нашем опте увидим, что это не так. Мне кажется, Евангелие дает такую картинку распредельного доверия, такого доверия смирения и такого вот доверия предела, которое только возможно, конечно. Я еще от себя отвечу, если нужно. Мы дружим с некоторым количеством батюшек. Общаемся по-человечески. И общаемся с разными людьми, которые там преподают в заведениях, где учат батюшек. И все они говорят одинаковые вещи, что если бы нам преподавали курсы психиатрии и общей психологии, нам было бы сильно проще. И учили бы нас распознавать те моменты, когда там у человека заболевание. Ему нужно пойти к доктору, который пропишет таблетки. А когда это там невроз или там какая-то ситуация, которая требует похода к психологу, нам было бы проще. А так этот опыт у них приобретается, конечно же, с годами попечительства, но очень медленно. Это одна только сторона. А вторая сторона, что еще не всякого отправят к психологу. Даже если батюшка, скажем, подкованный, сам интересовался в психологии, прекрасно, например, что это вообще не к нему. А то еще тут не всякий пойдет. А так ладно, еще кто-то пойдет, так вопрос, к кому он попадет. Ну, к сожалению, я не хочу дискредитировать коллег, но очень немного действительно профессионально работающих людей с достаточным опытом. Знаете, я надеюсь, что лет через 20, когда те люди, которые сейчас заканчивают многочисленные психологические вузы и курсы, получат профессиональный опыт именно в практике, ситуация коррознальным образом изменится. Что их просто будет больше, специалистов с опытом сейчас их просто мало. И вот эта ситуация, в которой мы живем, отделять одно от другого действительно очень полезно. Но человек очень часто делает в чем, что человек захвачен собственным эмоциональным опытом, он не знает, куда ему. И часто, я знаю, как у тебя бывает, мы, говорит, уже все перепробовали к священнику, ходили и к бабке. И, значит, там еще какой-нибудь практик, вот теперь уже к вам пришли. То есть человек использует все, чтобы хоть что-нибудь допомогло в целом. Да, болит так, что что угодно будешь поменять. Мне сейчас очень жаль, что действительно многие годы психологию и священчество принято было противоставлять. И очень печально слышать истории про коллег, которые с чем-то не справились и позволили себе противоставить то и другое. Для меня в моей работе вера в Бога это огромная опора, на которую я тоже опираюсь вместе с клиентами. Я присоединяюсь к каждому слову Кати. И очень хочется красивых профессионалов, которые бы знали и то, и другое, с той и другой стороны. С опытом, еще с опытом практически. Ну что же, я думаю, что нам пора уже закругляться. Нельзя закончить, или мы на этом, или еще какой-то один вопрос мы можем. Да, 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 Аня. Ну как же, вы пришли и ничего не сказали, Аня. Вот, может быть, кто-то тоже смотрел из этой аудитории фильм. Я совершенно не помню, как он называется. Но он начинается с того, что пара довольно пожилая, они душа в душу живут, и вдруг вот она совершенно неожиданно умирает. То ли у нее сердцем плохо, то ли что. Вот он... А? Ну я не помню название. В общем, короче говоря, он в полнейшем горе, очень переживает, начинает там в доме что-то разбираться, ковыряться, и где-то в гардеробной достает коробку. Ну он думал, что она с обувью, и она, эта коробка, забита любовными письмами его жены, из которых он понимает, что она последние лет 20 ему изменяла, вот, он об этом даже не догадывался, даже мысли такой у него не было. Да, и... И у него такой, ну, психоз начинается, то есть он начинает делать вещи, которые вот он при ней не делал, там, то есть он идет, извиняюсь за подробности, но это жутко смешно, он идет в туалет, и начинает специально писать мимо унитаза, потому что она ему за каждую капельку говорила, «А-а-а, ты что там?» Это ужасно смешно, да. Я дальше ничего не помню. Но вот этот вот момент, вот этот момент, что... Так в чем соль? Ну, про, может быть, немножко про клавиатуру, по поводу такого вот доверия, то, что Виктория упоминала. Представляете, человек даже не подозревал. У него просто даже мысли такой не было, и он узнал об этом только после того, как она умерла. А там вывод какой-то в фильме есть, Аня, не помните? А я вот ничего не помню, я помню вот это начало, потому что это было ужасно смешно. По-моему, я знаю, о каком фильме идет речь, он называется «Любовник», там играет Олег Янковский, насколько я помню. Нет, это не совет, у вас комментарии... Ну, хорошо, я в любом случае хочу сказать, что человек прожил очень счастливую жизнь до того, как нашел коробку, и, да, вот, собственно говоря, и он жил в доверии, и очень несчастную после того, как это доверие потерял. Так что клавиатура защищает меня, и я очень в нее верю. Спасибо большое. Мне кажется, что вот я могу ответить как раз, что словами, которые для меня утешительными показались в вопросе доверия, правды и лыжи, вот их сказал Василий Шукшин. Все их, наверное, знают, но вот в данном случае можно ответить, как бы откликнуться на комментарии таким. Он сказал, если вам удалось обмануть человека, то это не значит, что он дурак. Это значит, что вам доверяли больше, чем вы этого заслуживаете. Спасибо. Спасибо всем, кто доверился и пришел на встречу про доверие. Я надеюсь, что мы не исчерпали кредит вашего доверия, и у нас будет еще одна встреча в этом году в мае. Это четвертый сезон или пятый уже у семейного клуба? Да-да. И я надеюсь, что кто-то из вас сможет тоже зайти, прийти. Смотрите в интернете объявления, на сайте нашей онлайн-школы, в фейсбуке. Всех еще раз благодарю. Все... Да, точная дата нет. Это середина мая, после майских праздников. Давайте дышать воздухом доверия и встречаться, разговаривать. Спасибо всем, кто пришел сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Спасибо. 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 Продолжение следует...